Последняя квалификация РБ Капа. Квота последняя разыгрывается. Первый полуфинал уже завершился, он был в прошлом куске. Там достаточно однокалиточные были катки. Сейчас, внимание, спойлер будет. Если не хотите посмотреть, ну, если хотите себе испортить впечатление от просмотра первого полуфинала, идите туда, я жду. Вот. Ну, а кто остался, собственно, там Соник ждет в финале победителя вот этой вот каточки. Господи, как же мне... А, вот, чата жил. Выводит такие темы, конечно. Из равновесия. Чатик реально у нас не это самое. Работаем. Смотрим. Так. Стормхуф. Это у нас кэш. Анима. Это анима. Кусок чата видно. Да, уже не видно. Все в порядке. Китайский турнир будешь стримить? Эту лигу, В3, которая... Нет. Не планировал. Не планировал. Форсир первым героем. Ох. Да, после патчек, конечно, начали чаще экспериментировать. Потому что Блойду подрезали две дексы. Волков подняли немножечко. И можно вспомнить про старого доброго форсира. Что? Что там было за пинг-пинг? Ты помнишь старую шутку? Или что ты смеешься? Потому что... Ты такой серьезный. Серьезная игра, говорит. Кэш. Но ты все равно не победишь. Давай поэтому просто получим удовольствие от процесса. Серьезный будет матч, говорит Кэш. Но я постараюсь. И они ему говорят Кэкэ. Ну давай. Заносчивый, конечно, товарищ. Бэдменер. Да, да, да. Ну посмотрим на этого упыря. Хорошо, кстати, он с лайфинг щелдом покоцал. И мага, и немножко даже этого разбойника. Хорошо контролит. Форсир в это время не бежит харасить. Он тоже с лайфинг щелдом постарался закрепить. И у них у обоих... Войска вступили в бой. У обоих. Один и тот же предмет. На город напали. Соник, что ли, с двух аккаунтов играет, чтобы шансы повезти? В смысле, почему? С чего это вдруг? Соник играет с одного аккаунта. А я сказал Соник? Ну, в смысле, по ошибке назвал, что ли? Не-не-не, сейчас Соник в... Он долго пытался пройти в финальную часть турнира. В прошлый раз его в финале там... Блин, надо пересмотреть, конечно, этот матч замечательный. С ненормальной катки. Вот. И сегодня он уверенно идет к успеху. Тоже. Так же уверенно, как в прошлый раз. Добивает форсир. Неплохо. Второй уровень получил. А магу это стоило... Ну, не то чтобы третьего, но он был... Был бы значительно ближе к третьему уровню, если бы этого кобальда жирного добил. Да, с форсиром... Ух ты! Добивает. Ну, начинает контролить сумасшедшие. Волки проверяют. А магические вышки-то нет. Можно даже парочку рабочих тут подрезать. И форсир понимает. Понимает, что можно. Заводит одного волка. Отдает, правда, второго зря. Тут рабочие крепились на... На мурлоках. Очень красные рабы. Минус один. Минус два, скорее всего, будет. Маны на чайник. Новый нет. Но сейчас волками там можно так нарезать. Вы посмотрите. Магической вышки все еще нет. Бегают ополченцы. Минус еще один товарищ. Забегают. Там, по крайней мере, один на ладан дышит. Вот этого товарища можно убить. Ой, минус третий. Архмагу тоже не очень хорошо. А у Феста есть замазка. Он может себя привести в чувство довольно быстро. Главное не попасть под окружение. Они его прям... Прям очень хочут. А-а-а! И тут еще плащик выпал. Смотрите, какой классный. И магическая вышка доделалась. Которая значительно усложняет харасс. Хотя там осталось... Ну, то есть, короче, битый рабочий. Чайник можно было. Не сдается. Вызывает еще волков. Грызет. Да, подгрызть все равно можно. Ой, как хорошо. Еще перенацелить башню можно, чтобы получить экспу. Нет, не доконтролил. А очень важны каждый... Каждый, там, десяток, двадцатка экспы. Потому что, ну, Архмагу, вы смотрите, посмотрите. Осталось совсем чуть-чуть. До третьего уровня. До вторых элементалей. Поиска вступили в бой. Такой непривычный билд. Ну, то есть, непривычно на Т-2 видеть строящийся тотем Минотавра. Ну, скоро вы и роботы им такую привычку. Издревле, издревле это здание было доступно только после Т-3. Потому что именно там делались Таурены. Ну, как бы логично, с видением Фрозентрона, возможно, и логичнее было сразу поместить туда, а не в Спирит Лодж Таурены. Потому что, если это тотем Минотавров. Но, по логике, это было не совсем правильно. То есть, надо было... Ну, хотя нет, по логике, кажется, это правильно. Просто надо было... Надо было перенести. И они решили сгруппировать по кастерам. Но, не так много времени прошло. 15 лет. И все-таки Близзы решили ребаланснуть. Ну, это усложнение, конечно, для орков. Потому что раньше надо было делать только Спирит Лодж. У тебя сразу на выборы ВД. Таурены такие. Шаманы. Кого хочешь, того и строй в Спирит Лоджах. А сейчас придется выбирать. Третий уровень, наконец-то, получает Архмак. Благодаря раздельному питанию. Правда, недоконтраливает. Теряет одного футмена на прокачке. Сытное пастбище. Таурен. Вторым героем. Никто не сомневается. Не сомневался. Классическая связка. Тоже ФС Таурен. Как в старые добрые времена. Служители, привет. Ой, Витя, привет. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Замазывается Таурен. Не хочет подходить к Лему. Но все равно вынужденно подошел. И все-таки ему перебили лечение. Здесь атака. Здесь атака. На мэне... Что, рифлы? Ну, пока что Арканка одна. Но по лесу непонятно. Вейв хороший. Минусуется один рабочий. Но, кажется, не хватит динамики, чтобы перелечить. Три элементали. Господи, какой. У них же ДПС еще повысился у Лемов. Жутко. Там на каждом уровне добавили хоть немножко. Но дамага добавили элементалем. Убрали вроде как ХП немножечко. Я вот не помню. На втором то ли 675 было. То ли вот как раз столько же. 625. Ну, что-то там, кроме дамага, еще элементалем меняли. Кажется, ХП все-таки делали поменьше. Таурен раздельно крепится. Свой рекомендует, но эксперт, в частности, шаманов бы строил, и проблем бы не было. И улыбается. Очень верное замечание, но сейчас, к сожалению, патч новый. Вот, для того, чтобы ты построил, не отказываясь от рейдеров и спиритволкеров, как бы и сеточка, и линк, они все-таки поважнее, ну, на дистанции, по крайней мере, чем шаманы. Тебе приходится делать еще одно здание. Еще нужно делать спиритлодж. Подрезает. Господи, какой же наглый анима, конечно. Сетка. Молоток будет. Нельзя такого рейдера отпускать. Но, с другой стороны, я слышал смерть двух футменов, по крайней мере. Умрет, скорее всего, еще один. Тут можно и архмага развести на ТП, потому что, ну, сейчас сеточка есть новая. Можно... Чаник даже вейв хорош! Ну, нехороший, на самом деле. Надо было еще немножко попридержать, потому что тебе, конечно же, выгоднее, чтобы... Чтобы архмаг умер, а не потратил телепорт. Архмаг-то третьего левого, там вообще все остальное могло развалиться. Иллюзии Маутон Кинга, иллюзии элементарий. Книжку тоже не прочитал. Да, было 675, уменьшили 625. Понял. Ну, и на первом левеле, кажется, на 25 хитов. На третьем, соответственно, на 75 должно. То есть на каждом левеле срезали по 25 хитов. То есть можно-то и перебить. А, тут все очень битые. Вот в чем дело. Хотя архмаг такой... Не, очень битые, конечно. Грант, очень битый рейдер. Тяжело еще. Менты сейчас подбегут. Да ну нафиг здесь сражаться. Все-таки... Нет, конечно, хочет тыкнуть в... Нет, нет, такая ошибка. Нельзя здесь сражаться, друзья. Вейп хороший. Чайник неплохой. Но падает Грунцер. Очень... Два битых юнита, 6 лимита. Еле-еле там уходит спиритволкер. Не уходит. Не уходит рейдер. Подрезается прист, правда. Пионы тоже прибежали. Таурен получит третий левел. И у него есть вейв один. Ну хотя тут уже не по кому стрелять. Хотя вот сюда вот можно по сорочкам по архмагу, если удастся закинуть. Вторые волки тоже весьма... Надо... Рейдер нужен. Очень срочно нужен рейдер. Прям потому что, ну, контроля по перемещению вообще никакого. Приходится волком блочить. А так бы кинул сеточку на сорочку. Окружил бы, убил бы. Вообще проблем никаких. Ой, а можно сейчас Молтон Кинга подрезать. Смотрим. Скрулл спит. Хорошо. Молтон Кинг под ударом. Пытается окружить. Волк... Да, все, окружает МКУ. Нет! Окружать волками, когда рядом присты, не очень хорошо. Выходит... Ой, какой вейв шикарный. На пять юнитов там прям влетел и приста убил. И сорочек подрезал. Очень все битое. Диспелить уже нельзя, но Молтон Кинг выживает. Слоу на форсира. Плохо тоже форсиру. 43 лимита на 38. Еще один Спирит Волкер минус Элем. Надо замазываться сразу фейсом. Что он ждет-то? Пытался подрезать МКУ вейвом. Не достал. Все, замазывается регенец ФС. Нет, хорошо получилось. В результате постражался здесь очень хорошо. Конечно, несмотря на то, что вроде как и менты там были, у него юниты были биты. Все равно постражался хорошо. Он еще уверенно лезет в магазин. Покупает свиток. Архмаг, правда, совсем рядом. Сеточка на Архмага. Ночь, правда, ночь. И он может схайдиться спокойно. Но есть глаз. Есть глаз же! Глаз есть! Что? Был глаз. Ладно, окружает Маутен Кинга. Новые менты. МК падает. Свиток надо юзать, наверное. Использую, использую свиток. Тролли помогают. Очень неприятный момент. Свиток используется. Но форсирует очень плохо. Да, позиция АХВ. Потому что здесь очень серьезный урон наносит как раз именно тролли. Таурена окружают. Какой ценой. ТП может передать. ТП передать. ТП передать. ТП передать. ТП. ТП передай. Передают ТП. Какой ценой Таурена он пытался убить. Падает один грант. Опять тролли там постоянно нарезают. Постоянно. Не, надо телепортироваться отсюда. Либо один герой, либо второй умрет. Все, пошел ТП. Еще одна сорочка. Минус. Линк откинул классно Таурена, чтобы он еще попоглощал уроны. Прекрасно. Очень хорошо здесь отконтролил. Но Таурен, понимаете, это не самая удачная цель для окружения. То есть, во-первых, у него было кольцо. Во-вторых, это Стрэнджевик. У него, в принципе, здоровья много. Ну, силы много и здоровья, как следствие, тоже много. И пока его там забивали, эту корову, погибло довольно много ни в чем не повинных ополченцев. Вот-вот их трупы. Раз, два, три, четыре. Труп Гранта, Рейдера. Прист, Прист, Спирит Волкер, сорочка. Жертвы были очень серьезные. Причем он не добился же своей цели, в конце концов. То есть, Таурен живой. Наполовину четвертый. А вот МК, между прочим, отдыхает. Ну, в смысле, он уже отдохнул, но... Он очень сильно отстает по... По опыту. Сейчас бы здесь еще из мага выбить что-нибудь полезное. И хороший вард, смотрите, еще. Он видит, что идет Крипджек. Он понимает, что должен перегруппироваться, успевать убирать героев. Маска Соби. Шикарный предмет. Форсиров вкидывает молоток. Очень опасный момент для Форсира, потому что... Потому что он умрет, скорее всего. Ему тут некуда бежать. Пытается на спидах выбежать, но это молоток. Пара выстрелов. И Форсир падает. Есть, правда, Таурен, он четвертого. В принципе, можно и без Форсира тут посражаться. А можно и Таурена тут отдать, между прочим. Подблочить надо было кастерами. Хотя под ударом еще Малтон Кинг. Ой, в смысле Архмак. Персональный телепорт. Телепортируется Вейв. 84 мана, не хватает. О, сейчас молоток прилетит и минус Таурен. Молоток, правда, первый, но этого должно хватить. У него еще мана полная. Ё-моё, Линк! Господи! Как же отдается сейчас кэш? Ну как отдается? Он даже без героев, типа, здесь выигрывает. Но вот в тот момент, когда он увидел врага, надо было сразу, конечно, Форсира прятать вглубь. Вообще всего. Потому что единственное, как враг тут может выровнять игру, это вот как раз на убийстве героев. Сейчас Малтон Кинг, он без героев продолжает сражаться, пытается убить Архмага. Сетка одна. Ну где еще сеточка? По КД, там же еще второй рейдер вроде есть. Сетка вторая. Инволл. Нет! Окружает просто на пофиг под Инволлом. Героев у Орка нет. Но тактика все равно работает. Архмага пытается убить. Ну, атакуйте, ну! Господи, нет, забей. Все, домой. О-о-о! Здесь такие колоссальные сейчас будут жертвы. Все под слоу. Выкупается Таурен. Ой, как сейчас Малтон Кинг. Он со второго уже на три с половиной прокачался. Куда? Снова попытка Архмага. Нет! О, нет! Все рушится, короче. Вся игра Орка рушится. Это полуфинал, друзья. Но сейчас, по крайней мере, под второй аурой можно как-то добежать. Там Форсир должен выйти, если он не завтыкал его вовремя заказал. Но это, конечно, боль. Выровнялся по лимиту. Обогнал даже. Пятого Архмага получил. Уже третьи лемы сейчас будут. Да! И все, как снежный ком, так начало сыпаться просто. Сначала посыпался ФС, потом Таурен, потом вся вот эта вот тема с попытками окружить вражеских героев. С сопутствующими потерями. Отчаянно, отчаянно, конечно, Кэш пытался сыграть в педаль. Но орковские девайсы, вы помните, это педаль тормоза газа, где вот картинка опять же. Где сеточка... Сеточка и Хекс там, конечно. И Блэйдмастер с хритами. Но, как бы, по сути, Кэш очень хорошо играет в Хирокилл. Он же все равно адепт Блэйдмастера и Сехи. То есть, даже играя Форсирой и Таурену, он чаще, чем обычно, Хирокилляет. Ну все, смотрим. Получает молоток сразу Форсир. Очень битый орк. Вейв кривой на 2 сорки всего лишь. Чайник неплохой. Кадой молодой, приходит. Минус сорочка, минус райдер. Сейчас вот сюда вот вейв. Отличный чайник, бейв. Чайник маны не хватает. Нужно свиток читать, срочно подходит, читает свиток. Кадой не поел. Не поевший Кадой, это горе, конечно. Форсира начинает окружать. Нельзя выйти. ИТП нет. О, минус Форсир. Вот он, типа, получает четвертый уровень. Нет, такая боль. Вейв, конечно, хороший, но... И Таурен пятый. Ай. Вот, окружает мага. Там инвул. Там инвул. Сейчас вейв еще. О, минус 3 кастера, друзья. Классный. Если еще... Ой, там еще Маутен Кинг никакой. Субимаска работает. Почти, почти, почти с туманной. Таурена, 94, 95, сорочку подрезал. Сейчас на развороте можно... Не, нельзя на развороте. Господи, какая жара. Ай-яй-яй-яй, корову не трожь. Корова это святое у Варковской армии. Пошел реген. Блин, какая ж... Ну, они прям оба стараются. Оба стараются до конца. К сожалению, придется вписываться за алтарь. А, тут одни брейкеры, блин. Рабочих надо выводить, алтарь восстанавливать. Таурена окружили. Ё-моё. Молоток. Лега. Нет. Вспомните, какое колоссальное преимущество было у Орка на тот момент, когда он крепил лагерь наемников. Там же с ума сойти. У него... У противника Маутен Кинг второго уровня без предметов, без всего. Там таурен на половину четвертый, такой уже затаренный, хороший таурен. Блин. Такие вот катки очень обидно проиграть. Отдавать. Просто очень обидно. Ну, нельзя героев своих отдавать. Что ж тут поделать? Отдал одного, отдал второго и все. И вот она. Неужели БМа так понерфили, что берут Барсика против Хумана? Ну, там не только из-за нерфа БМа. Там по совокупности факторов получается. Но я думаю, что это в том числе зависит от карты. Вполне вероятно, Кэш сыграет через Блэйда. Как-то... Ну, может быть на этой карте Ластри Фьюдж. Посмотрим. Пошел обратный отчет. Если Кэш проиграет, то я напьюсь. Как будто ты сделаешь что-то выдающееся, Арчер. Как будто бы ты не напилась, если бы Кэш проиграл. Было бы такое. Если вот, например, Кэш выиграет, я там, не знаю, отожмусь 50 раз. Вот это было бы нормально. А напьюсь, ну что? Привет, спасибо за то, что... Чувак, да-да-да-да, в нашем отличном голосе хожу. Спасибо тебе большое за... За добрые слова. Вчера действительно мы хорошо посидели, поиграли, попели. Запись есть в разделе видео. Она, кстати, не вышла на главную, потому что надо подплюсовать. Кто-нибудь добрый, скиньте, пожалуйста, ссылку в чат. Заплюсуем видосик. И что на ютубе уже несколько тысяч просмотров. А на Гудгейме никто не видел. Если Кэш выиграет, я полежу на диване 50 минут. Вот-вот-вот. Это что-то похоже на... На Арчера. Как чай вчера попили. Очень хорошо попили чай. В ирландском... Пабе. Так, что там по герою у нас? Нет, Форсир все-таки у Кэш. На самом деле, я бы не стал грешить на Форсира. То есть, он реально очень хорошо через ФС вначале отыграл. Очень хорошо похарасил. Поубивал рабочих. Опять же, связка Форсир и Таурен. Это как раз классическая проверенная временем связка. То есть, чайник, вейв в толпу кастеров. И если противник не прожимает сразу после этого свиток, то грядут серьезные жертвы. Потому что у кастеров банально ХП не хватает. А если уж там Таурен прокачивается до пятого уровня, там третий вейв, второй чайник, они просто сносят. Сносят без каких-либо свитков. То есть, ты там должен просто попытаться попасть между этими двумя заклинаниями. То есть, кинули вейв, и пока не прилетел к тебе чайник, ты должен поражать свиток, чтобы там все не сдохло. Вот. Типсилич, привет. Спасибо, Сёрчер, за ссылочку. Кстати, хороший айдишник у ссылочки. 44-74-77. 4-4-7-7-4-7-7. Побежал форсир харасить. На самом деле, конечно, хочется, чтобы... Чтобы кэш... Грамота, кстати, смотрите, вызвала элементально внутрь. Для того, чтобы... Кроме футменов, ещё работал ЛЛМ с хорошим уроном. На этот раз, кстати, кэш без... Без магазина пришёл. То есть, у него будут проблемы, если форсира побьют. Грамотно вызвал волков. Когда чуть-чуть одного не добили, чуть-чуть второго не добили. Подконтраливает. Но, опять же, сейчас наполучал форсиром. Наполучал. Это не очень хорошо. Опять же, размениваться с архмагом при прочих равных условиях очень-очень выгодно. Потому что, даже если у него есть лавка, лечение по одной цели выгоднее. Ну, эффективнее у арков. Оно и быстрее, оно и дешевле. За соточку ты получаешь не двести двадцать... Ну, не один заряд, по всем двести двадцать пять. А три заряда. Я не помню, поскольку я восстанавливаюсь. Но тоже в районе двухсот, наверное. Нет, больше. Четыреста, мне кажется. Нет, меньше. Сколько восстанавливаешь? Четыреста, да? Четыреста. Я думал, сказать как Риджуф, но подумал, нифига себе, какое жирное лечение у арков. Действительно, такое жирное лечение у арков. Четыреста. Четыре раза. Встремить, эрор поддержал ваш канал на сто рублей и сообщает. Спасибо за вечернее настроение. Ну и пожалуйста. Войска вступили в бой. Спасибо, что пришел. Посмотрим Варкрафт. Впереди еще у нас финал. Я надеюсь. А хотя, какая разница? На самом деле, Мирора все равно не будет. У нас в топ, получается... В топ, 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 топ. Ну в топ-3, ладно так. Условный топ-3. Три разные расы. То есть в финале Соник ждет победителя там либо Альянс, либо Орду. Так что тут... А Хэппи бы, если бы пришел, он всех бы выиграл, как известно. Поэтому у нас полный баланс по расам. Кстати, а почему Хэппи нет? Уже последние отборочные. Ну да ладно. Тут снова размениваются по здоровью. Здоровью. Очень рискует. Сейчас кэш ему могли окружить. Но сейчас он вроде уходит нормально. Нет, нет, нет. Вот такие вот маневры, они очень... Ай, он еще замазался крайне неудачно. Получилось... Оооо! Ой, бравооо! Очень хорошее окружение от анимы. Вынужден делать телепорт. Да. Привет, фанаты Фоги. Да, и выиграл себе время на покрепиться. Даже несмотря на то, что ты знаешь, где находится Архмаг. Тут пришел Грунцер. Сразу сеточка на него и тут же пытается окружить. Окружает, сверху подходит ФС. А, кстати, пока он тут убивает Гранта. Тролль-то подлечился. Попытался добить, не получилось. И как следствие Архмаг получает таки второй уровень. Да, у него проблемы со здоровьем, но все-таки он ауру для себя получил. Войска вступили в бой. Вторым героем у нас Шадоу Хантер. Подчеркивание, Темплар поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Привет, Миша. Здравствуйте. Всем известно, что в Варкрафте пять раз нежить орки, люди, эльфы и хэпи. Нет, и Мун. Не-не-не-не-не, пятая раса, это место уже забронировано четко за Муном. Хорошо, хексит Архмага. Сейчас будет еще один хекс, видимо. Хекс. Нет, не стал провоцировать, потому что мог просто не пережить этот хекс и все. И Виверны. Ой, что-то я не обратил внимания на Мэйне. Это у нас же такой ол-инчик, можно сказать. Класс. Ну что, Виверном есть кого поубивать, на самом деле. Потому что на базе не готов совсем. Только сейчас делает вторую вышку. Хотя, на самом деле... А, это чистый херакил будет. Вообще-то он прям, прям вот чистейший херакил. Прям вот-вот... Хекс, Виверный, Чайник. Прилетает, чтобы перебить... Перебей, перебей. Лечение, да, перебил лечение. Сейчас футменов можно поснимать. Отлично. Каждому по разу выдал. Только одному футмену не хватило. И снова. Сейчас снова хекс, хекс. Крекс, шпекс, хекс. Оп. А кого он хексанул? А, сорочку. Вот так вот даже. На самом деле, сложновато здесь будет. Потому что... Уже слоу, элементали очень больно бьют. И первая виверна пала. Виверн отдавать нельзя. 42. Да, тут надо, наверное, потихонечку этот... Хотя, может быть, даже без ранних рифлов можно на элемах отбиться. На элемах на кастерах. С виверными, на самом деле, и крепится-то удобно. С форсиром волки подставляются. ДПС очень хороший. Очень нагло анима действует. У него, правда, бутылек есть. Несмотря на то, что архмаг очень битый. И получает еще от огров дополнительно несколько ударов. У него есть бутылек. Это провокация. Не поддается вроде как. Подрезает. Убивает одну сорочку. Ну, меняет, короче, на виверну. Ой, две виверны пришло. Ой, надо... Да, скролл спид надо езать. Хекс есть еще? Есть хекс. Ну, давай, кого-нибудь. Даже надо, наверное, рабу этого. Футмена, да. Одного дальнего. Ага, все правильно. Этого-то мы и так убьем, скорее всего. Не убили! Ну, как так? Все, срочно замазываться, лечиться. Вот, не знаю, идти на мэн, не идти. В радиармии там как таковой нет. Башня грифонов. Собирается он контрить виверн хавками. Рифлов не хочется строить, например, потому что... Потому что волки. И пока у тебя нет диспола, волки очень хорошо рифлов контрят. Плюс, пока рифлов нет достаточного количества, то их можно при помощи хекса поотстреливать. То есть нейтрализовываешь одного там из двух, из трех. Даже если человек сделает масс-рифлов трех, ты все равно хексом вырубаешь двух. И это, конечно, очень опасно. Большой бутылек жизни выпал. Сэха у нас поднимается. Тут с ментами крепится. Неуязвимость. И третий архимаг, что очень важно. И лага это анима. Что может быть лучше? Майкер, дождь с грозой и запах свежей травы, которую косит сосед. Это, кстати, очень хороший запах. Свежий такой, ароматный. Опять же, приятно, что сосед работает. А ты варкрафт смотришь. Так, сейчас достаточно жирную точку собирается забрать анима. Им нельзя позволять. Подрезается сорка. И надо вот подрезать вот это вот. Например, огра вот этого подрезать. Оп. А потом как будет возвращаться. А, камень здоровья уже подрезал. Хорош. И вот этого большого. Классно. Вся экс по кэшу. Вся. Мне на самом деле очень хочется, чтобы кэш был в финале. Потому что он тоже достоин квоты. Как же он подрезает. Как он подрезает. Можно рабочего еще тут взять. Оп. Дамаг очень серьезный, друзья. Делается хавк. Опасно, опасно. Даже один хавк может спровоцировать. Не, не. Тут уже. Ой, как ему прилетает. Ну там хекс. Он хавк побоялся ловить. Может, он был слишком далеко от основной группы. МК получает второй уровень. Что будем делать дальше? Спирит лодж? А, да. Он диспл будет делать. Элементальный и слой будет делать. Ну, в смысле. Контрит спирит волкерами. Надо летать неподалеку. Сделать бы еще один апгрейд на атаку. Но у нас нет вармила. Но вармил нам нужен и для кодоя молодого. И для апгрейда. Здесь, естественно, саха важнее, чем... Чем форсир. Потому что форсир... Ну, потому что второе лечение. О, выбор ГГ. Спасибо тебе. Рассказывай. Давай. Да. Да, Русбрейну спасибо. Судьям спасибо. Участникам спасибо. Всем спасибо. Спасибо. Ну, почему ты не так риджекаешь? Хорошо, все. Спасибо, здравствуй. Отлично. Смотрим игру. Не отвлекаемся ни на что. Чайник отличный. Фокус идет на... На сорочку. Минус сорочка сразу же. Лечение второе. Мурлоки пришли. Еще минус сорка. Начинают фокусить. Дичайшим образом отлетают. Кастер. Нет диспола, правда, элементарный. Начинает очень больно бить. Ой-ой-ой. Без диспола тут, конечно, страшно за Виверн. Очень страшно за Виверн. Надо валить. Надо валить. Телепортируется. Пытается спасти. Еще одно лечение. Теряет одну Виверну. Да, Виверны разлетаются очень быстро. И вот уже у нас 30 лимита. У кэш. Там крипы вроде еще понадавали. Ну, элементарис колоссальным уроном. Колоссальным просто. Без диспола это тяжело. Замечательный апгрейд. То есть нет спиритволкера, но делается апгрейд. Это... Чаще всего это ошибка. Потому что тебе выгоднее сначала построить человека. Даже если он не работает без грейда. Ты все равно, если делаешь его раньше, то он даже стоя на базе регенит ман. Ой. Сейчас еще подкачается здесь анима. И будет тяжеловато. Ну, опять же, главное архмага законтрить. Тут еще парочку баток надо сделать. Но сначала надо увидеть, что... Что тут увеличивается количество хавков. Вот. И надо это... Надо это законтрить. Циклон неплох. Правда, если ты сам будешь диспелить. А там уже пошел, смотрите, анима на красную точку. Блин, он такой наглый вообще. Крипится просто великолепно. И там МК уже классный третий. И архмаг уже четвертый. И выпадает капюшон хитрости. Ё-моё. Да. Делается первый баратрум. Да, там забытый хавк. Есть один. Войска вступили в бой. Нет, Пантерекс. Он больше маны получит, если просто эти 40 секунд будет стоять регенец. Плюс, когда ему добавляется... Проходит грейд, у него увеличивается запас маны. Ну, немножко запас хп. То есть... То есть... Вообще... Невыгодно. Невыгодно. Хавки в инвизе? Инициировать будут моментально. Ничего себе. Вот эта фишка. А может, они даже их словят как-то на подлете, чтобы нельзя было это... Какой хитрый анима. Вы посмотрите. Что творит. Войска вступили в бой. 60 лимита. Здесь тоже 60 выход из лимита. Виверна. Ми опять же. Рунные браслеты. Не, на самом деле с такой критмассой Виверн можно даже и МКУ. А, там инвул. Там два инвула. Там готовка к херакилу. Вообще круто. Хавки готовы. Ловить. А телепорта-то нет. Молоток. И хавки ловят. Прекрасно ловят Виверн. Хекс. Чайник сюда нужно. Улетает один хавк. Освобождается Виверн. И лечение идет. Еще иллюзия на хавков. Но сетка-то работает все еще. Ой, какой молодец анима. Так он классно разобрался. Тут только-только с хавками разобрался кэш. Но уже Виверн у него почти не осталось. Скролл спид. Отступление назад. Маны нет. Да. Вот это да. 33 на 44. Да, есть там запас по... Ну еще этот спирт-волкер вряд ли уйдет. Потому что тут и МК с молотком абсолютно спокойно простреливает. Да, вот эти вот хавки в инвизе, они очень удачно. Ну, кэш на самом деле сам виноват. Ему можно было и нужно было, наверное. Хотя если бы он сделал баток, то баток в первую очередь бы переловили. Все равно те же самые инвизные хавки. Классная подстройка такая. Пошла вышка уже, не собирается отсюда уходить анима. Почему-нибудь за Соника болеть. Пятый Архмак уже. Ой, третий элементальный. Все понимает прекрасно кэш. И, к сожалению, кэш не проходит финальную часть. Увы, хороший игрок, сильный игрок. Опытный. Он, наверное, вообще из... Ну, он очень давно играет. Очень давно играет. Ну и очень давно иннектив такой. Ладно, тем не менее, мы с вами посмотрим финал за квоту. Соник против аниме. Да. Вебер, кажется, была у нас статья относительно статистики по расам. Там все очень близко по варику. Правда, это было на 29-й патч. Но... Короче, сейчас они подчеркают. Turtle Rock, Twisted Meadows. ЛВ, ЛВ, ЛВ. Короче, Эхуа, Ластерина Стенд, Ластрифьюдж, Амазония. ЛВ. ЛВ. Сейчас напишите. Тушите, Майкер сейчас начнется. Заранее тушат только... Не знаю, кто это. Тушканчики. Ну, на самом деле, посмотреть за игрой Соника приятно. Он играет, конечно, очень качественно, красиво. Но басы не заплюсовали в правильное видео, говорит Гэмбел. Да? А что не заплюсовали? Эй, ну не хватило там буквально. Плюсуем, товарищ. Ну, если пропустили, вчера тоже посмотрите. Там несколько песен хороших есть. Они, скорее всего, в личке там черкают. Потому что в прошлый раз сразу Соник написал, там, на какой карте играют. Эмгифест поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает... О, привет. Привет. Спасибо за Warcraft. Особенно за пущенное освещение WCG 2013. После которого смотрю тебя уже 5 лет. Отличных игр и хорошего настроения. Ждем файл. Ностальгия, Эмгифест. Спасибо тебе за напоминание про WCG 2013 год. Это был, кажется, последний WCG. Определились они с 5 картами. Turtle Rock, Twisted Meadows, Hualos, Amazonia и... А, TSLV. Это Тереностенд новой версии. Ну что, посмотрим. На самом деле, Соник против Хумана в прошлый раз тоже играл через Козла. И, собственно... Я думаю, что... РБК-1. Хорошо, давайте зайдем. Везувер говорит, да это все, ну, Фаги, я твой настоящий фан. 10 лет с тобой, милашка моя. Ой, да какой. Мужику тридцатник, скорее всего, Везуверу. Ну, а чего, если 10 лет? У него айдишник 7500. Он зарегился спустя месяц после появления... Фриорг! Неплохо. Спасибо за спасибо. Нет, 25 лет всего лишь Владимиру. Владимиру Везуверу. Галерея есть, там машинка какая-то. Ничего себе. Судя по всему, твоя старушка. И коты у него есть. По крайней мере, были. С собакой. Котан. Да, галерея старая. Можно зайти вот так вот к какому-нибудь старых пользователю, которые там несколько лет на сайте, и посмотреть... Посмотреть на лица. Всплакнуть. Фанатфоги. Мне кажется, что фанатфоги это... Это чей-то... Это чей-то смурп. Потому что имя, фамилия Роза Белая, это как бы... Калина Красная. Есть план окунуться в новую лигу поя? Котлет, слушай, мне нужно сначала... Я завершу 2D-шную... Да, хорошая. Спасибо за переподписку. Сначала я 2D-шную, Dark Souls-скую тему Death's Gambit пройду. Но сегодня Warcraft. Смотрим, друзья. На ProPlay не только на лице можно посмотреть. Да, я зашел на ProPlay. На ProPlay где-то дня три назад. Первое, конечно же, что меня особенно порадовало, это пользователи онлайн один. Это, видимо, я зашел. Вот. Потом эти галереи бесчисленные с огромным количеством... Ну, понимаете. Проект 14 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Привет. Спасибо за варкрасть. Спасибо, ProJet, тебе за спасибо. Сокол говорит, помню WCG 2008, когда встретил Мишу. Да-да-да-да-да. Играла грустная и такая ностальгичная музыка, шел дождь. Мы встретились с глазами. Да-да-да-да-да, сейчас понесется опять. О, я настолько старый фан, что помню твой супер-пуперник, когда ты играл против Пойнта. What's up, Niga? Это я играл под... Под... Зебр... Под оранжевским смурфом, короче. В общем, друзья, да хорош уже! Ай... Да хогош уже! Схуху! И настолько предсказуем, да? Варкрафт это отличный способ... Вспомнить нашу молодость, да? Блин. Причем я не прочитал текст. Я среагировал на звук просто. На очередную поддержку уже бесячую. Вот. И с удовольствием провести вечер за... За интересной игрой. Приехал двоюродный брат. Очень давно не виделись, кстати. Тоже, наверное, лет 15. Что-то... Видимо, это возраст уже приходит. Появляются родственники старые. Что Сергея, там тоже 100 лет не виделись с ним. Что Антон... У него же сын, там, племянник. Он весь тоже в Ютубе. Ему 11 лет. Или 10. Ну, в общем, он прям весь там. Майнкрафт, все дела. Я сегодня показывал ему, как выглядит Варкрафт. Он, кстати, увидев открытую турнирную сетку, говорит, а это ты будешь играть? Человеку 10 лет. Он знает, что такое турнирная сетка. Просто... Я говорю, нет. Нет, малой. Я слишком старый уже, чтобы играть. Подрастает поколение. Подрастает. А он делал в Майнкрафте ферму опыта дракона. Он каких-то людей смотрит на Ютубе, которых я не знаю, естественно. Потому что кому нужны эти... Ну вот, как раз ему нужны. Да, дети в 100 раз быстрее схватывают. Да я уверен, что Варкрафт штампанул любого Нубаса будет. Потому что они в него не играют просто. А так-то да, конечно. Конечно. Учатся очень быстро. Мы пока ждем. Планшетики. Да, планшетики. Телефончики, Ютубчик. И все. И понеслась. Это... Нет, это неплохо. Ну, то есть, это может быть плохо, смотри, что смотреть. Этот бурящий душевзгляд вебочка. Научим Соника не забывать. Промогас. Я не знаю, почему он постоянно его не строит. Видишь, когда в Москву планируешь. Скорее всего, вот на предстоящей неделе. Там нужно согласовать просто время по встрече и все. И я метнусь туда одним днем. Russian Pro говорит, Миш, да я твой фейк обыгрывал на ладере. Там все друг друга обыгрывали. Но, учитывая твой никнейм, у меня есть легкие сомнения. Если бы там это написал какой-нибудь, не знаю, Хавк. Нет, с Хавком мы не пересекались. Хавк молодой просто. Если бы написал Кэш какой-нибудь. Или еще кто-то из тех людей, которого я застал. Но Russian Pro это... Не, я допускаю, что вполне вероятно обыгрывал. Но вероятность победы с таким никнеймом значительно снижается. Это было лет 15 назад. Ну, никнейм-то у тебя какой? И у меня там другой ник был. А, окей. Тогда верю. Лет 15 назад. Только ТФТ вышел. Меня там вообще никто не знал. Ну, хотя, блин. В Роке-то я в топе был, у Европы тоже. Типа в ладере. Онлайн только, правда, умел играть. Турнирной практики не было. А на турнирчиках... В лан-турнирчиках даже питерских, и тем более московских, там такие злые люди. Что как бы в топ-20 ты Европы, не в топ-20. Все равно катнуть Рейнджер тебе может изи. Надеюсь, у него все хорошо. У Рейнджера там. Солмайкер ВС играл. Да. А, Бим говорит. Меня раскатал очень быстро. Солмайкер ВС это, да, уже было... Хорошие уровни. Высокий, высокий этот. Но мы там все равно проигрывали часто. Играли много, проигрывали часто. Там статистика такая была тоже. Победа, поражение, кое-как. А я в 11 лет играл с пацанами в футбол во дворе и ел грязь. Неплохо. Я помню, Карма играл на коврике, стоя на коленях. Он на подушке играл. Ну, хотя, может, и на коврике, но он чаще всего подушку с собой возил. После того, как получил травму. Мы его, кстати, вспоминали не так давно как раз. Как пример... Как пример мужества из старой школы. Вот. Потому что... Варкрафт для него тогда был всем. А из-за того, что он получил травму, он не мог сидеть физически. У него в нижней части познаночника какая-то беда была. Мог только вертикально находиться. И он вынужден был играть, стоя на коленях. А если вы когда-нибудь стояли на коленях долгое время, на горохе, например, или по другому поводу, мало ли, как вас там жизнь поставила. Я пробовал разок играть в Варкрафт на коленях, стоя в Ижевске. Потому что там был специальный, типа, челлендж. Надо было... Ну, там было много конкурсов, в том числе и поиграть на коленях. После... Ты уже начинаешь ерзать в середине первой катки. Перебирать с ноги на ногу. Потому что, ну, крайне неудобно. Просто крайне неудобно. И для того, чтобы... Для того, чтобы тренироваться долгое время, он брал подушку, подставлял под колени и катал. И на турниры тоже ходил с этой самой подушкой. Потому что, как бы, и у него другого источника заработка не было. И он тогда был в очень хорошей форме. То есть спокойно мог брать турниры питерские. И брал, собственно. Поэтому... А сейчас я не хочу, я не буду тренироваться. О, что такое? Войска вступили в бой. Молодежь! Так, в это время... Ну, у нас пока ничего особо так не произошло. Мы видим, что Соник играет через Диму. Но на ТС было бы странно увидеть кипера. Потому что ты пропускаешь очень важную фазу. Начальную фазу криппинга. И предметы хорошие. В центре можно еще парочку хороших предметов повыбивать. И бежать сравнительно долго. Несмотря на то, что карта дуэльная из-за мостов. Тебе нужно по траектории бегать. А, добил деревом. Поэтому второй не получил. Да, добил деревом. Так и есть. Ну, сейчас из-за этого выбьет предмет. Может быть, даже не будет добивать. Потому что второй уровень все равно получил. Тут охота за виспом. Висп не диспелится у Соника. Выкупил, как вы видите, приста. С Арчуетом погоняли немножко футмены. Но он выживет. Он будет жить. Войска вступили в бой. Ой, что-то я не обратил внимания, что здесь нейтралов поменяли на более лайтовых. Тут же разбойники были с ядом. Хрен убьешь. Ой, зря. Вот он ополченцами так бегает далеко. Потому что они должны вносить тут урон. Анима выкупил еще сам тролля. Димка прибегает с амаляцией. Но... Блин, а ситуация-то не очень хорошая для Соника. Он подгорел немножко. Спрятался. А почему не добьет тролля? Там же предмет будет. Он даже не пытается... Хотя там сложно было, конечно, прорваться туда. Как же горят они. Выходят. Дима догорел до конца. И вынужден отсюда уйти на ТП. Футмена добьет, конечно, последними выстрелами. И приста... Прист не стелепортировался. Слишком серьезный был рейндж. Но он убежит, скорее всего. Если там никто не подблочит, а тут не подблочил. Но Соник на самом деле не делал такую серьезную ставку. То есть он еще где-то в начале процесса понял, что он не додавит. Вот роля добили-таки. Выкупил он, видимо, и перехватил. И поэтому он сам ставит эксп. Что, в общем-то, разумно абсолютно. И нет ничего постыдного в том, чтобы... Осознав, что хуже значительно, когда вы продолжаете долбить вот-вот... Гнуть, типа, свою линию. Имея несерьезные шансы на то, чтобы продавить. То есть с практикой понимаешь, что в определенный момент надо продолжать давление. Но не делать на этом прям такую серьезную ставку. Тем более, что деньги на руках все равно есть. Но экспант тот же самый. Сейчас можно продолжить то же самое давление вместе с ногой. Нага поползла. Димка тоже готов. ТП, правда, нет. И опять же, магазина нет. Ну вот он... Очень странно, конечно, действует. Магазин черт знает, когда делает. Барака копался. И сложновато, на самом деле, будет поджать Сонику. По нескольким причинам. Ну, во-первых, потому что там вторая лема уже. Подрезал одного приста. А дальше-то что? Немножко архмага пошугал. Нет, у него сейчас задача, на самом деле, построить свою базу. То есть он должен... Он время теряет. Потому что тут уже добыча есть. Ему нужно как можно скорее нычку поставить. Поэтому он принимает грамотное решение разделиться. Войска вступили в бой. И... Димка, типа, продолжает Харас. А Нага там с армией... Ой, опасно. Анима очень хорошо окружение... Ну, показывала, что умеет окружать. Понимает прекрасно, что где-то что-то не так. Раз Дима тут один, значит, где-то остальные. Дима молодец. Будет троллей. Да всех будет. И очень серьезный урон получили. Здесь, правда, приходит архмаг. Видит, что есть нычка. Вызывает. Надо диспелить, диспелить, диспелить. Мана есть. Перед смертью, по крайней мере. Диспелит. Убивает элементаля. Да буди, не буди. Какая разница. Тут с деревом очень легко это все крепится. Димка взял еще сапоги. Для того, чтобы Харасить было еще удобней. Ну и лорница, конечно же, делать. Это вообще очень дефолтная такая штука. Единственное, что надо побыстрее закрепить. Потому что, видите, выдвинулся сейчас анима. Троля Берсерк еще берет. Выдвинулся и к архмагу присоединится явно большое количество футов. Я не знаю, есть ли у них дефенс или нет. Еще в процессе делается. Но уже опасно. Хотя они битые. Такие битые. Господи. Сразу падает один футмен. Падает Берсерк. Тут, конечно, тоже тролли на ладен дышинге. Наконтраливает Соник. Очень недоконтраливает. Ё-моё. Спасибо большое за поддержку. Но в любом случае, я Варкрафт... Ну, как бы Росбрейн Кап мы освещаем. Кстати, благодаря, собственно, Росбрейну и этот сезон... Мы же в финал с вами через 2 недели будем смотреть, где 8 человек будут зарубаться. Там 2 дня будет каток огромное количество. Плюс еще есть 90к на следующий сезон. Напоминаю, что будет еще один сезон Росбрейн Капа на пару-тройку месяцев. Так что Варкрафт у нас еще на протяжении, я не знаю, месяцев 3,5 точно будет. Поэтому приходите. Обычно по воскресеньям, опять же. Отбился Соник. Конечно, чё испугался? Огр, наверное, испугался. Ну, там реально такие биты футы. Тут уже есть лечение. Надо за... Что, он хочет его поймать? Ну, голем слоу накидывает периодически. Но Нага уже... Опа, опасно, да. Ушатывает фута. Все равно можно Димку... Нет, тут слишком много урона. Я бы не стал преследовать Демон Хантера, на самом деле. Все, убежал. А вот Архмаг подставляется. И это минус ТП. Всегда надо понять, когда нужно остановиться. Кстати, можно подрезать. О, какие битые футы! Соник, ты же помнил! Ой, там такие футмены сладкие. Ой, он всех видит! И слоу есть! Колоссальное количество опыта. Минус один. Минус второй. Третий уровень Демон Хантер. Еще слоу. Перебить лечение у Архмага надо было. Правда, падает еще Голем. Тут не добил футмена. Не доконтролил тоже Соник. Неприятно, неприятно. Надо доконтроливать, стараться все равно. В лорнице что-то в первой... Ну, рядка построился, но там, видимо, не делается диспо. Запись на Ютубе будет. Запись всегда на Ютубе появляется. Вопрос только времени. Запись на Ютубе есть. Ой, у меня что-то кажется стримчик. Войска вступили в бой. Не знаю, мне... Все, все ок. Блин. Извините. Смотрим. Нормализовалась, вроде бы. Войска вступили в бой. Тут преследует... Преследует Нагу, убивает Моноберным последним. Ну, как же это отвлекает-то, капец. Подрезает рифла. Я постараюсь не отвлекаться, но завтра обязательно выясним, что... Что там произошло, блин. Секундочку. Ситуация у Соника хорошая. Несмотря на то, что... Привлекаются еще ополченцы, но... Войска вступили в бой. Еще минус Мортира. Короче, Соник тут просто кусочками вражеских... Вражеских юнитов подрезает. Отличный свиток. Архмаг, скорее всего, не уйдет. Вот в такой ситуации можно, в общем-то, и подумать над тем, чтобы выйти. Потому что и Нага тоже не уходит, судя по всему. Если там как-то не подблочит по-хитрому. Но он свою Нагу подблочил, наоборот. Да, минус два героя. Минус еще Престы. Да, Соник прекрасно контролит. Отрезает еще одного Преста. Правда, Дриатку одну потерял. Вторую. У рифлов же добавилось... Добавилось урона. Скорость атаки подняли до 1.5. Ой, то есть спустили с 1.5 до 1.3. 1.3, кажется. 1.35, 1.36. Блин, я сам позвоню. Что-то никто вообще не реагирует. Вечер, воскресенье. Никто, блин, не реагирует. Войска вступили в бой. Прошу прощения. Войска вступили в бой. Откресенье. Откресенье. возвращаемся в игру ой блин 55 лимита почти пятый демон хантер у нас почти четвертая нага все гуд тут игра за за соником скорее всего будет несмотря на то что по лимиту все приблизительно типа даже поменьше у него лимита все равно ситуация в его пользу безусловно что герой очень сильно у него впереди сейчас еще будет отвлекающий такой маневр дроп на мейн и надо будет как-то как-то реагировать а он пошел в размен а есть тп есть тп но это размен тп на тп поубивал еще рабочих спасать дрядку нужно ну хотя этот дирижабль убивается просто он не не понятно что он хочет то есть он вроде как решил вернуться сначала потом пошел можно разменять кстати экспант на мэйн то есть выгоднее все-таки убить а он успеет вот успеет или не успеет экспант убить наверное с двумя стреми да с тремя мортирами успеет и успеет стелепортироваться но хотя можно на пофиг попробовать убить да он не успеет отчинить просто пытается стелепортироваться уже после того как убивает экспант начинает бить но здесь должен соник довести до конца должен довести до конца убить нагу ставит и телепортирует что нагу могли в процессе убить медведь выжил ну и в принципе размен хороший то есть во первых он поубивал рабочих во вторых он убил более дорогостоящее здание и ну при этом как бы не потерял ничего то есть это был просто размен был просто размен выбивают конечно мне из колеи вот эти вот технические моменты блин надо выводы делать что выводы не делаются так 69 70 лимита на 70 лимита опять же все очень хорошо любой размен будет в плюс к сонику просто потому что у него герои по ценнее и поопытней там 43 на 54 то есть будет размен дима будет ближе к шестому уровню вот и все планируют восстановить базу но сейчас очень сложно учитывая такой лимит то есть обкип всего одну базу на город на по и supply блок легкий восстанавливать экспант очень очень дорого получается стоит все все стоит никто не решается лезть бёрн 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 хотелось прописать прописывает отходит хотя арк маг особо не не опасен учитывая то что тебя дрят миллион а там элементали а не blizzard но соник вроде хочет сражаться фэрик не форме не доконтролил он фэрик а к сожалению рыка нет а диспейлил хорошо элементарий стенка неплохая позиция такая ну не неплохая позиция даже рык хуман сделал понимаете а а соник не порычал медведями не знаю почему дима очень битый кстати он под инволом правда из и кстати нет этого а ставь передал ставь передал сейчас диму надо отправить на мэн дрят не доконтроливает sonic sonic очень плохо контролит в этой диму диму ставь диму зачем так доводить 22 хита а у дмитрия остается лечиться ему негде как отвратительно посражался дима почти шестой вот я не знаю почему не рычать вот почему реально не рычать ты делаешь два грейда на атаку а рык это фактически два грейда на атаку просто вот рык отступает надо на риджо мне выхиливать сможет по-другому никак войска то есть это абсолютно абсолютно нелогичное действие то есть рык во первых тебе героям урон повысит медведям и он дает 25 процентов даже чуть больше чем два апгрейда на атаку зачем узкий проход на мортира лезть лучше в смысле от какая мортира все равно стреляет под рядом там нужно было просто ряд отконтроливать ну и все равно у него никто не толпился то есть фактически у него медведи не толпились они сражались просто стенка на стенку но окей сплэшит мортир может там но они все равно не по медведям должен стрелять подряд короче соник сейчас немножко подкрепиться как собственная анима самое главное что рык лишает ману медведь значит брекер на сюда пор он ну это на самом деле не самое главное хавка он же не делает он он же не рычит до конца прям вот чтобы вычистить все там же не такое большое количество брекеров было там было человек 4 всего лишь вот если бы он отрычал полностью то у него бы не было при джо сейчас после этого он не хочет тратить всю ману чтобы бонусного урона не получать ну то есть так так можно делать когда брекеров реально основная часть армии то есть уже там прям прям реально стенка ну по крайней мере разок рыкнуть надо правильно тем более медведям же сейчас немножко еще урон приспустили в патче 30 то ли на четверочку то ли даже на пятерочку поэтому нет причин не рычать по крайней мере да скорее всего я согласен абсолютно с шагиным что точку в этом матче должен поставить demon hunter хотя метаморфоз теперь тоже немножко папа пофиксили то ли длительность то ли с кдкд кажется 45 секунд до минуты что-то в этом роде ну то есть дольше ждать теперь он минус 15 секунд а по длительности его уменьшили да войска вступил бой для а длительность минут до 45 секунд понял а кд видимо там три минуты 180 а ультарх мага кстати баф там ну чё там рейндж добавили вроде и все как будто ему раньше рэнджа не хватало число да спасибо громил бисейк много 5 тут ради скорее денег и каких-то ну может быть да вот венец благородства отличный предмет ну что феррики есть в принципе лимит даже у соника больше посмотрим порычит он или не порычит феррика вешает почему-то двоих сразу я он не рычит принципиально вообще феррики штрафуют кастеров почти что и дима ну берна ногу да и еще главные лемами его откармливать с дрядки придут элементально под подрежет футмен падает дима почти шестой нога еле держится инвул моноберн фой какой форки третий дикий свитком пытается нет то даже до до формы все уже понятно потому что несмотря на то что лимиты равные хуман не может здесь сражаться нормально к сожалению в бой еще сорочку так подрезал наконец ну и шестой дима на какие 180 говорит юристик я не помню если честно сколько но мне казалось что когда этом приблизительно такой же 33 минуты стандартный эти вот он минуту действует а потом две трети восстанавливается могу ошибаться конечно я сто лет уже дадим и ну и в матчасть не заглядывал в аркаф это все по старой памяти написал бы хоть сколько сколько там точно можно кстати ульту применить ближе к да там есть шестой архмак но разводи не разводи где придет зима шестого уровня бой прожмет ульту и как бы полива ты сражаешься либо или просто сейчас прийти на экспан просто не решил на мэн окей ладно тут и подрезать писта можно дрядками просто недоконтраливает соник 180 секунд горе димич так а что юрис юристик ты просто 80 секунд пришел архмак реально видимо будет разводить а у вас же есть возможность проверить мои слова прежде чем войска вписали в бой в чатике а что в архмага нет не знаю там часть написали что архмаг что в архмага нет никаких разводов не будет естественно дима тут подрезает рабочих на экспанде вырубается мэн на город напали добыча у анимы нет ой как же ему плохо телепортируется нет телепортируется опасный момент поздно заметил ой соник нага иди мы сейчас отпустим прямо перед не все равно вроде выиграет ну то есть должен выигрывать да потому что должен сейчас еще нага если подтянется с форки там отлично пришла нага ну не в позиции тут все понятное дело что он должен был так телепортироваться чтобы там не смогли так на халяву отступить все медведи вот здесь минус нага с большим бутылком бутылем маны хорошо соник отыграл гг ну что вот где-то в середине игры когда были тех проблемы там конечно соник очень серьезно много всего на подрезал там и героев на подрезал и кастеров на подрезал причем это был еще переходный момент когда у него не было еще медведей когда они было просто герои и дриады и он умудрился там колоссально себя задел на всю оставшуюся игру сделать ну подготовить какой ульт наги и тут сразу торнадо 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 бесполезный да так рыбака два 1.0 ведет соник напомню что я игры идут до трех побед и сегодня определиться собственно кто кто из этих двоих окажется финальной части финале восемь мест призовые то есть любом случае ты попадешь если попадешь финал ты получаешь там свои там минимум две с лишним тысячи рублей и получаешь возможность сразиться там за 45 тысяч за первое место поэтому конечно хочется тем более что у того же самого соника при но если он в хорошем настроении вот как бы в топ-1 ладра он в принципе может претендовать на призовое место или даже может быть на первое место финальной части турнира нужно для начала пробиться финальную часть вот но у него очень такой сложный путь последняя попытка плавает нога или нет не не плавает мультиплеере не плавает а где хэппи не знаю я видел он стримит на турнире его нет на разбраин капи имеется ввиду я не знаю как так получилось с императором конечно интереснее было может быть он не хочет играть ой смотрите как у соника строение стоят на мы не раз два три четыре прям отступ как как бы здесь разный типа но по факту одинаковые можно выстраивать классно и козел вот я говорил что на той карте соответственно первым козлом не очень удачно стартовать а вот а вот здесь очень контактно сам популярный вопрос на разбраина это финал где хэппи но еще кто играет это стандартный тоже вопрос мистер винар и хэппи в гранд-финале супер-пупер финале да сначала финалисты те которые прошли собственно через квалификации ну там всякие но не имеет фокусы фоги там люциферы не знаю как они там оказались они в общем разберутся кто из них самый неплохой так скажем не самый плохой лучше тогда же формулировку вот и лучший среди худших будет играть сначала с мистером виннером потому что ну войска вступили в бой кандидат от народа вот а потом возможно с самим императором есть конечно император не будет против так сейчас у нас хороший диспл ну как не не было смысла ждать когда доведут элементаре до нужного уровня чтобы получить опыт он скорее хотел нанести ну задеть архмага хотя толку от этого не так много что ему все равно с одним виспом хватает на второго элементаре но мы ему определят кто будет отлетать от императора нет нет они не будут определять от отлетать от императора будут все то есть как бы это безусловно вот скорее в каком порядке класс люблю шутки про хэппи так подрезал тут козел парочку рабов вступили в бой ну хантрески должны быть они торчи смотрите-ка арчи тролли то есть он решил все-таки на этой карте ну сыграть скорее все так же как так же как то есть хантресы будут скорее всего но позже хантерс холл во время т2 там может может подстроить одну-вторую хантреса здесь очень хорошо здесь можно за счет такого классного дпс слышишь там козел так очень-очень арка очень как как же анима классно окружает вообще просто отлично окружает войска вступили в бой пристанье до контроля немножко где мой земляк никера где мой земляк шейк так это он же твой земляк где твой земляк давай рассказывай плохо за к земляку относишься не следишь за земляком ты земляк или не земляк давай громил придется ответить тут уж никуда не денешься где никер земляк твой о сейчас можно опять под окружение попасть хочется с одной стороны предмет стырить хотя а там просветка есть то есть ты не можешь так просто взять взять плащик себе и потом спрятаться не-не-не-не-не-не архмат придет и ой тут тролли начинают опять сетки свои кидать просветки о анима отлично отыгрывает очень агрессивно отконтроливает соник не доконтроливает арчу попытался добить не добил суди по всему так если бы я знал и тебя не спрашивал так он же твой земляк пытается козел уйти сразу подставляет не уйдет козел у да там ботинки понимаете один хит нет не уйти от фаербола первый козел умирает от уже третьего архимага начало для соника очень плохое очень да хантер с холл делается да ты два доделывается есть просветка скорее сейчас езднет арчи пытаются помочь кстати надо отметить что соник в этот раз построил магазин классно как же блочит хорошо анима очень классно контролит конечно и окружает и блокирует и фокусит отлично добива на этом он футмен добивал но он тут не доконтролил конечно мог став самое время его использовать по назначению пили в бой но там 2 элементали с колоссальным уроном с колоссальным уроном нужны лорница уже нужен второй герой трогеры демон хантер просветка еще к стез вархмага как он контролит а не дает просто козлу второй лавел получить уже козлик это он 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 достаточно долго уже вот на таком вот на такой пограничные xp находится и не может никак перешагнуть на второй уровень ну бас еще перебили регенерацию маны у него козел еще подлес что-то вообще не клеится эта игра у соника нет конечно хорошо что он сейчас под лайкинг щелдом урон понаносит но он не был готов что на него его кинул потому что он пару-тройку в секунд постоял под арчами арчи как бы что такое как так за что-то на скозы кольцо плюс 2 димка 2 этот mountain king урифла пуш видимо будет на хорошая тема для рифла пуша потому что он и до этого неплохо подпушил поэтому хотя с другой стороны козла рифла пушить это опасно ну потому что диспала на старте не будет придется рифлов как бы под прикопкой терять вот три по 5 по 5 по 5 и повторюсь в супер финну финальной части разбраинкапа будет по 5 по умолчанию с первого же тура плюс сетка double elimination а финал бо 7 если я правильно помню и два дня будет идти турнир на не дает сонику прокрепиться магазин минус т3 не доделался но это как бы это похоже на гг на самом деле кастеров правда не наблюдаю хотя бы 40 куда хотя бы 40 крифлы очень злые минус арча нет шагин карты те же конечно шреддера выкупил sonic попытки как бы получить хороший юнит так еще есть три джуф а диспэли давать надо элементарий по другому никак слишком серьезно дпс не доконтроливает колоссально просто sonic блин в прошлой катке настолько классно он отыграл в этой просто из рук вон плохо ну надо отдать должное аниме потому что одно окружение четырьмя футами того козла чего стоит после этого как бы да 11 интрига вот почему sonic не стоит магазин рано поставил магазин пришел снес да я думаю поэтому в принципе лучше мунвела не строить в принципе ничего не стоит строить потому что чем раньше ты построишь тем больше шансов что придут и убьют я предлагаю тебе в принципе вот дерево появляется и ничего не строй потому что ну реально это опасно выкапывай дерево жри елки и флуди в чате это единственный способ чтобы те не отменили здание ну что за ерунда ну ну что за ерунда такая логика просто вот почему он магазин не ставят там милора покарали вот что случается когда помощник анимешник слушайте анима он откуда давайте посмотрим у нас же вроде бы давайте посмотрим предвзятость начинается он не заканчивалась на самом деле а он француз точно француз француз поехали француз капсом пишет школьник видимо а это пух все понял ну как так как так это вот так привет по обжи будет сегодня ну учитывая то что в чате сидит скучает сокол и пух я думаю к сожалению к сожалению без этой заразы не обойтись но давайте все таки за соника поболеем потому что но он я кстати уверен что рост брэн еще до начала торик в которой участвует мистер винар переводит ему валюта за первое место все и так ясно как же долго ты эту шутку мы уже слушай мы в начале прошлой игры шутили про мистера винара с хэппи про суперфинал про их чемпионство ну как бы блин прям прям респект флайлайт ооо там у кого-то пинг 4 миллисекунды офигеть я вот пропустил за ну анима скорее всего а я слово говорит ничего страшного у нас специально для тебя есть несколько классных смайликов уже тебе поставили их брэки ньюз и слопок вообще на гг подрисовали еще еще смайлов их в принципе много брэки ньюз это не новый конечно тем не менее бим не не без анонса я не стартану без анонса я не стартану так а у нас тут был power build или не было не было power build и снова козел пинг 4 миллисекунды он прям там в варкафте должен быть на этой карте я думаю это какой-то тролль какой-то скрол или в бой скрипка крит модера запилить ему анонс на сегодня не-не-не-не скрип очка не надо так не надо ждем кстати тебя ждем начинает крепится как вы видите но на самом деле тут ладно посмотрим посмотрим все зависит от контроля вообще очень хорошо что не пошел анима power крипить а может он вообще пойдет застраивать застраивать козла не 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 возьми предмет предмет возьми уась виспов сюда предмет венец благородства хорошо диспл ой какой кривой диспл барак строй на мэне барак не спасти барак не спасти ретаргет делай барак на самом деле очень много поубивал сейчас он еще внесет урона под это ретаргет делай ретаргет ты ретаргет ворчу блин он делал но видимо слишком далеко были юниты сам деле на 2 футменов барак то можно отдать единственное главное что продолжение не было виде застройки она есть да или это просто крипинг криппинг оранжевые точки видимо увидел виспом кстати грамотно sonic прошелся это криппинг это вот сюда будет выбегать и грамотно пошел сразу барак есть ухх так может хантерсон не он хочет т-2 сейчас заказать в принципе нормально нормально Т2 козликом там подхарасить Может подобивать немножечко Посмотри, добить, добить, добить Дотер! Почти! Ой, хорош Блин, если бы он еще второго захэдшотил Еще минус рабочий Прекрасно, как же козел козли Еще с Арчой можно здесь Ой, там отпускают уже людей Они не докрепили главного, Барсука Ой, еще А там Грейт не заказал Заказал, какая жалость Еще минус рабочий, господи Какие у него будут проблемы Хотя тут козла, наверное, не отпустят уже Как он поднялся, козел За эти несколько За эту минуту Ну, хотя, как был козлом, так и остался Но, по крайней мере Опыт, опыт он получил ценный Архмак вроде выходит на финишную прямую И он, кажется Хотя тут замах может сделать Из-за темноты О, извини Все Не угадал Крепится тут засада Скорее Стреляем по футам Стреляем по футам Не дает так просто закрепить Очень агрессивно играет Грамотно играет Плюс еще возможность есть Вот этого Давай, можно Кто? Я не понял, кто Не, не козел Не козел Забрал архмаг Но архмага вообще с опытом, видите Вообще нисколько Второго уровня у него нет Просветка, ботинки Неплохо Ну и предмет взял Тут можно, кстати И нужно И крипить И троллей Выкупать Это тебе и ДПС И лечение И Рассеивание Пока Нима тут Как вы видите Крипит оранжевую точку Мы абсолютно Спокойно Забираем Другую оранжевую Но гораздо более ценную Большой инвул Выпадает Почти третий уровень Получает козел Класс Можно пойти Харасить уже Можно даже энтами Похарасить У него магической вышки нет Приходишь Не, наверное Прикопка будет универсальней Нага вторая Козел, наверное, забрал У него же недавно Левлап был Откуда почти два с половиной Я зафиксировал Количество экспы Когда Ну, когда они разбежались У него было Два Как раз Два с третью Два сорок процентов То есть он бы Через половинку Переступил бы точно Сейчас еще Одна прикопка Как же он прекрасно Харасит А тут панда Которая спокойно Может открепиться Еще прикопка Добивает своих Правда вот Рабочих Ну, окей Хорошо А панда Очень нагло Будет сейчас скрипит С свинными парами Пока козел Отвлекает Внимание Со мной армию Отвлекает 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 Тут неловкий момент Когда майкер Хочет болеть за фокуса Но болеет Все равно За эльф Минус За какого фокуса За какого эльфа Что ты несешь Короче, тут козел Пытается выиграть время Чтобы панда Получила второй уровень Закрипала эту точку Это очень грамотно Инвул Еще Ой, хорошо Еще разбудил всех Какая подстава Еще одна прикопка будет Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Так, что сделал Козел? Убил трех рабов на мейне. Козел дал инфу Панде, и она спокойно прокачалась до 2,5 на очень опасной точке. Потом Козел... Ладно, он потерял ТП, но что ж поделать. И инвул. Ладно, не будем о плохом, не будем о грустном. Он ушатал просто, ушатал несколько футменов. Панда вторая. Выиграл время, противник не крепился. 2-1 герой, 2-1 герой. Панда по уровню такая же, даже чуть повыше получается по XP, чем Архмаг. Это очень хорошо. Плюс у противника нет экспанда. Соответственно, мы играем 1-1. Все просто замечательно. Прикопочка. Это вообще минус ТП можно сделать, не хочется рисковать, потому что... Да, телепорт. Отдиспейлила Лема. И Нага еле-еле уползает. Ну как еле-еле, у меня там 69 хитов. Короче, абсолютно спокойно можно либо посылать панду до крипера, докрепливать до третьего. Только надо козлу либо взять ботинки, либо персональный телепорт. Может быть и то, и другое. Если хватит, конечно, денег. И не пожадничать. Войска вступили в бой. Видит. Прикопал фута. Побежали менты куда-то. Вы чего, ребят? А, он хотел магазин закрепить. У меня для тебя... Ну, сбей лечение с ноги. С ноги. С ноги его. Минус фут раз. Это будет минус фут, но его добьют свои два. Прист, конечно. Приста тоже шатаем. Он пока без диспала. Без диспала ничего сделать не может. Козел прекрасно выигрывает время. Правда, панда... Ну, панда получила третий уровень, на самом деле. Плюс еще делается апгрейд на Т3. Вис при этом рядышком на экспанде. Прекрасно. Вот начал очень хорошо здесь. Еще сейчас приста домогаться будет. Смотрите. Еще одна прикопка. На тебе. Все, прист не выживет. Ему не хватит динамики поперехилить второй этот. Менты прибежали абсолютно бесцельно, потому что их некому прикрыть. Ого! Что уа? Ничего не сделать. Добрый вечер, Мортиз. Приветствую, друзья. А тут уже лорницы. Медведи готовятся. Отлично. Панда замечательная. Прям такая третья панда. Уже можно воевать. А тут, конечно, масс-рифлы. Три штуки. Все хорошо. Вот. Телепорта нет. Герой 2-1. Будет попытки урывками прокрепиться. Тяжело. Очень тяжело. На самом деле можно было сейчас прямо уже идти к нему. Потому что вышек нет. Панда уже третья. Медведи на подходе. То есть, как бы, Т3 доделывается. Там пока суть додела. Доделали бы мастеров. И все. Нормально. Хотя выбивает Соник вампиризм. Как будто знал, что ему выпадет эта аура здесь. И все. Они мы... Очень плохая ситуация. А, у него до сих пор нет... Нет, есть магазин. Все нормально. Сейчас он на арбу как купит. Все. Купил арбу. Регенмана можно взять. Бутылку хила лучше. Надежнее бутылку хила. Став. Став. Еще лучше. Потому что козел сзади там лапкой пыщ-пыщ. А вот панду надо, конечно, иметь возможность убирать отсюда. Ну, из... Из первой линии. Потому что она, ну, получает урон. Немножко выровнялся сейчас Анима, к сожалению. Нельзя затягивать. Надо приходить, навязывать бой. Чем больше времени проходит с момента, когда... У тебя появляется какое-то преимущество. Если там никто... Ни у кого нет базы. У всех все одинаково. Тем меньше эта разница. То есть с увеличением лимита, с увеличением уровня героев. Там как-то все стирается. Поэтому, чтобы не упускать даже серьезное полученное преимущество. Лучше, конечно, не вот не разбегаться так в разные стороны. Не крепиться. Потому что, ну, было 3-3 на 2-1. Сейчас уже там, ну, 4-4 на 3-3. Даже не 4-4, а 4-3. А, нет, даже 3-3. На 3-2. То есть, как бы мы очень... Очень хорошо с... Ну, хотя сейчас получат 2 ловлапа на рабочих. Перегруппироваться арчами срочно. Винные пары ждем. Ждем, надеемся, верим. А, уже было дыхание. А что, панда у нас с пассивкой, что ли? Дышит. А где винные пары? Свиток неплохой. Минус нага. Что-то передал. Передал отверг неуязвимостей. Передал, бросил. Не, ну, там не победить было, конечно. Соник ведет 2-1. Ситуация хорошая. Отыграл отлично. Единственный, конечно, вопрос к панде. Где... Вот. Ополченцы тоже такие... Такие странные выбежали. Очень странные. То есть, они должны были теоретически синхронно напасть. Ну, то есть, медведи вперед, сзади арчи. Стреляют по там рифлам, по вот всему там, что есть. И сзади к этим самым арчам прибегает там 4-5 ментов. Вот. Как бы медведям уже не передислоцироваться не очень удобно. В чистом поле ополченец арчу затыкивает. Все нормально у него в этом плане. Надо там контролить, что-то изгаляться. А он сначала отдал ментов. Причем на медведях, на всем, на первой линии. А потом на Паула со мной. Ну, то есть... Приготовься показывать стрим Соника. Да, Соник, кстати, стримит. Можно зайти посмотреть. Сейчас я зайду... Посмотрю. Там много кто стримит. СТГВ стримит. И Вульверин стримит. Хотя первая игра по популярности сейчас, по количеству стримов, это World of Warcraft. Полсотни стримов идет. И Хэппич стримит. Челленджи, естественно. Натали Мур! Ой! Блин, как хороший сегодня вечер, а? Натали Мур приедет. Приедет. На дачу, ггш-то. Не знаю, с басухой или нет. У Соника каноничный стрим. На фоне ковра. Ну, или картины. Он в майке сидит. В своей. Молчит, скучает. Что-то лягушатник заговаривается. Типа, успокойтесь, русские. Дайте чемпиону мира подумать. Пожалуйста. Чувствует тролль, товарищ. Возьмете басиста в свой ансамбль? С удовольствием, конечно. С удовольствием. Гоутер, говорит Анима. РБК-4. Выбор гг. На самом деле, я не знаю. Потому что мало смотрю стримов Хэппича. Но вообще, если у тебя есть возможность поиграть в каких-то ограниченных условиях или за разные расы, это добавляет кругозора. То есть ты... Ну, я не знаю, зачем правда Хэппи кругозор. Потому что у него... Я имею в виду игровой кругозор. Естественно. Естественно, игровой кругозор. Потому что он прекрасно понимает и наиграл за самые разные расы. много достаточно. То есть он... Разбирается. У него микро есть. Да чего у него только нет, друзья. У Хэппи все есть. Да, есть за разные расы. Угу. Что? Ух, там... Там падают товарищи. ТГВ, к сожалению, подлагал. Хватит смотреть в камеру. Я не смотрю в камеру, я смотрю в чат. Чат просто под камерой. Сейчас я в камеру смотрю. Хэппи за соточку фокуса о сэкалитами у Катальтик. Хе-хе-хе-хе-хе Да, потом будут такие темы Да Ну все, друзья, с богом Ой, смотрите, сразу побежал Анима Побежал на разведке Он надеялся, что будут ближние респы на Тартл-Роке Он сможет там милиции забузить Захарасить, зарашить Ой, хрен тебе, а не раш Все нормально Опа, а тут огры стоят Не расстраивайся, не расстраивайся, чемпион Интересно, какого мира он чемпион Может быть, действительно он говорил про французскую сборную по футболу О, Росбрейн отметился Ничего себе Где он там, что пишет? Рррр Рррр Что-то я не вижу Росбрейна Он просто сидит молчит, с ним просто поздоровались Ну и ладно Мы знаем, что ты здесь Итак, нейтральный герой У Соника это очень хорошо Я хотел бы видеть панду или рейнджерку Одну секундочку Плозе А, причем Соник, кажется, отключил стрим, что ли Чтобы не полили тактики Реально он выключил стрим Соник Май молодца Просто заготовочка Нет, это может быть что-то и экстраординарное Типа соло алхимика Ну, героев таких вот Поднятых недавно Соло алхимик вообще с фаст выходом Медведя на мой взгляд отлично зайдет Колоссальный урон Мега опасный Все есть Осидку подняли. Что ему еще подняли? Лечение у него есть. Бонус по XP он будет получать. Ульта у него прекрасная. Ульту подняли. Х2 у него ульта по... Или сколько там? Зачем палить Соника, если есть полдесятка других стримов? Не знаю. Секунда подозрительно долго тянется у Соника. Соник не раз говорил, что считает аниму стримопалом. Понял. Привет, Джеки. Это не секунда, а Соникунда. Пишет Амфи. Хорошо. Было 0,8, стало 1,2. Класс! То есть полтора раза бах и все по стоимости. А если там нет экспанда, то это все. Это всю жизнь ты работаешь на алхимика с одной базы. В среднем получается так. О, нет. У Соника возобновилась трансляция. Пошел алтарь. Я причем увидел, как он строит алтарь. Тоже на стриме. Так, Скрипка, перестань. Вот как можно дурачиться на стриме, если... Брюс Уэйн, здравствуй. Когда мир спасать опять будешь? Архмаг. Мне любопытно, что Соник возьмет. То есть по степени невероятности, на мой взгляд, это рейнджерка, панда и все. Ну и дальше идут приблизительно с одинаковой вероятностью, с одинаково низкой вероятностью толпа других героев. Не, может быть, конечно, бест еще, но я думаю, что рейнджерка-панда это топ-1, топ-2 выбор. Войска вступили в бой. Рейнджерка-панда. Рейнджерка-панда. Панда-рейнджерка. Что-то в этом роде. И... Бестмастер. Ну это вообще-то старинка такая дичайшая просто. И что он хочет? Что хочет с бестом? Я не знаю, что он хочет с бестом. Не, ну, просто беста-то не меняли. То есть это не... Это не удивление. Двери не лут, говорят. Ну, как бы да. А в чем прикор, что у него широкоформатный варик? Ну, привычка просто. Может, у него широкоформатного монитора нет? Давай начнем с простого. Может быть, у него... У него монитор квадратный. Короче, он играет как-то от харасса бестом. А, это вообще... Олайн с двух бараков, что ли? Ну, только второго барака пока нет. Он как будто копит. Он копит на Т2. Зачем Хантерс Холл у модугрейда? Что происходит, Соник? Не отдавай Арчей. Ну, что ты делаешь? Может, он знает, что там будет в любом случае эксп? Пошел апгрейд. Да, наверное, он знает, что аниму на таких респах всегда ставят экспант. Ну, потому что тут как бы уже 320 леса. Кэп подсказывает, что товарищ отчаянный. Ну, то есть целеустремленный. Он будет ставить эксп. И тебе нужно, как бы, сыграть агрессивно. Хм. Окей. Войска вступили в бой. Да, пошел кот первый. Грейд ночное видение. И тут пока... Ну, менты побежали. Но он реально пытается отчаянно с первым архмагом поставить экспант. Это настолько глупо. Ну, то есть это... Просто не... Ну, ладно, глупо это неправильно. Говорить так. То есть он ведет себя очень упрямо. То есть он не реагирует на то, что происходит у Соника. У Соника как бы тут... Ну, считайте, против этого заготовочка. Дикая причем. То есть Самоны, Арчи. Непонятно, там один барак или два барака. Он прям играет под... Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Нет. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Куда пошел? Зачем пошел? Твою налево. Да понятно, что хотел убить Футан. У него как будто козла в первой катке четырьмя футами не окружали. А он тут в толпень просто ополченцев залезает. В толпень. И все, игра переворачивается. Потому что вместо агрессии мы получаем минус ТП у Бестмастера первого уровня. Мы получаем почти третьего Архимага. Он, кстати, получит здесь третий уровень. Аккуратно. Из-за убитой Арчи. С отличными предметами. И на самом деле Сонику надо отменять кота. Делать две лорницы. И брать агрессивного второго героя. И пушить просто. Пушить. Пушми. По-другому никак. Ну то есть ему нужно контрить Архимага Дикого. С вторыми элементалями. Котами он это не законтрит. Ему нужно обязательно Дриад. Ему нужен мега агрессивный второй герой. Типа да. Фаерлордо! Фаерлордо! Виспов надо взять с собой. Отлично. Ну тогда нормально. Тогда кот зайдет. Может... Чакрумы! Вот она заготовочка. Мега агрессивный Т2. Элемов контрим мы диспелом. Два грейда на атаку фактически чакрумом даем. Магическая вышка. Не подставляемся. Обязательно задиспелить элемов. Обязательно... Обязательно расплодиться элементалями. Ой, какой хороший диспел на двух элемов! Прекрасно! Опять фаерлорда окружили! Вызови! Вызови! У тебя есть КД! Вызови есть КД! Я знаю, чувствую. Элементали вызови! Ах, дурак! Ой, дурак! Не, у него было... А, у него там 150 же он стоит. Они 100... Там же 150 его уже дороже делали в каком-то патче недавно. Не дурак, Сокол... Сокол. Сокол молодец. Соник молодец. Коршнычка работает. Остается немножко до третьего уровня. Вот элементали убьем. Получим. Может даже Сокола взять. Сокола с... Нет, Свинью уберет. Казалось бы, да? Там дефенс, фу ты. Возьми Сокола. Но Сокол отлетает от элемов. Так, Свиньи в бой. Хороший ДПС. Вот они вышки просто простреливают. Вот в этом их несомненный плюс по сравнению с... Чакрумы отлетают три раза. Раз, два, три. Тот грейд, который был раньше доступен только на Т3, сейчас доступен любому коту на Т2. Поэтому, если вы кот, запрашивайте у властей. Свой законный Чакрум. И у вас будет отлетать третий раз. Кота блочат. Аркмак, конечно, очень битый. Четвертый уровень получает. Вот гад, а. Тут, конечно, немножко затормозил. Блин, магическую вышку, конечно, вырубить. ИБА. Ну, хрен там ее вырубишь. Да, всего за 9.99 вы получаете... ...два апгрейда на атаку своим котанам. А котов своих надо, конечно же, любить. Войска вступили в бой. Вот что делать с элементарями? Ну, надо лорницы доделывать, да. И нычку ставит. Ой, молодец. Как же Соник точно чувствует, что все плохо? Ну, что он не протапит экспант просто. Молодец, молодец. Грамотно контролит, блин, магическую вышку. Элементаль тут не выживет, к сожалению. Да. У Бесса Чакрум есть. Да, у нее и три грейды на атаку. И Чакрумы. У нее все нормально. Так, ну что, анима отбивается. Блин, а вот не отдал бы он тогда фейерлорд, он вызвал бы еще одного огненного элема. И самый главный фейерлорд бы сам по себе еще с руки понатыкал бы. Там могло все совсем по-другому закончиться. Что элементали плодятся, размножаются. Сейчас придется, конечно, делать диспл. Придется ставить догоняющую базу. Придется, придется, придется. А там уже почти доделался апгрейд на Т2. Со всеми вытекающими последствиями. И самое главное, что с такими героями, как Бестмастер и Фейерлорд, в завтрашний день смотреть, конечно, могут не только лишь все. Доделываются вышки. Хрен из два пробеж. Ну, можно, конечно, котов привезти, типа, проатаковать алтарь. Но там Аркмак с футменами придет. Ой, как он нагло-то действует. Он помогает сейчас эльфу крепить. Хотя сейчас он может найти и нычку просто. Войска вступили в бой. Ну, работает сейчас Соник. Не знаю, не увидел он экспант. Да, это хорошо, что он сейчас так бесцельно бегает. Потому что алтарь сейчас очень важное строение. Чакрумы отскакивают. Вы смотрите, какой классный ДПС. Четыре кота наносят. Рабочие погибли. Надо отменить. Ой, Фейерлорда, Фейерлорда! А там нага уже. Ой, Фейерлорда, Фейерлорда! Фейерлорда! Фейерлорда зажали. Блин. Тут на самом деле пять котов. Тут можно шатать. Не перешатать. Архмаг, без ТП! Без ТП, Архмаг! Блокируй! Блокируй коня! Нагу, по крайней мере, можно... Ой, давай, 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 давай! Удар! Ну, ты же замахнулся! Молодец! Не дай себя окружить! Не дай себя окружить! Какой-то какой-то странный дефенс. Диспл, диспл. Алиментарий в контрим. Черепахи прибегают. Тут явно были проблемы у нас с черепахами. Надо сейчас вернуться. Алтарь забить, чтобы Нагу не воскресить. Давай, 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 давай. Блин, как же агрессивно и грамотно играет Соник. Нага воскрешается, но тут приходят снова коты. И тут приходят они, как в фильме ужасов. Ну, передислоцирует двух котов. Ну, жалко же, стреляют по ним. Четвертый уровень у Бестмастера. Время... Время Сокола. Алтарь вырубается, несмотря на тщетные попытки они мы его перечинить. Потому что Чакромы, потому что отскоки. Или успеет, успеет доделать. Успевает очинить. Ах, ты смотри какой, а. Бестмастер нет! Его же... О, нет! О, боже! О, какая боль, какая боль. Ну, смотрите, какое количество трупов. Просто веером, веером рабочие погибли тут. Ну, Бестмастера четвертого отдавать, это же вообще не Ален. Тут недокрепленные черепахи. Нычка стоит, не определяется. Фаерлорд вышел. За это ему, конечно, спасибо, но... Блин. Войска вступили в бой. Пошел Криппинг. Хоть выкупай этого Беста. Почему нычку не поставил, а? Приходит снова... Не, ну Соник что-то вообще не то делает сейчас. Прямо отчаянно. А, нет, 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 нет. Он делает то, что нужно. Он, типа, отвлекает котами. Потому что может. А основной армии, соответственно, пытается поставить экспант. Рабочий мрут на алтаре. Ну, бредное производство, что-то сказать. Смотрите, сколько рабочих. Там прям семь человек в заказе были на мейне. Не хочет тут давать опять, а? Сову вешает. Ай, тут атака. Ой-ой-ой. Опасно. Надо предмет брать. Добивает. Жезлман и берет. Ой, надо виспов сюда срочно. Не успеет виспов. Ой, фаерлорду плохо. Ай-яй-яй. Тут, конечно, минус алтарь, минус еще рабочий. Но, блин, нычка падает. Пытается отпокусить ногу. Нога, конечно, битая. Лечится. У нее инвул еще высасывает ману фаерлорд. Нычка падает. Не доконтроливает дриаду. Дриад миллион, никто не диспейлит элементаля. Ну, козочка, ну что вы в самом деле, подруги, а? Нага уходит. Даже инвул не тратит. Коты назад на помощь. Да, и мы остаемся без экспанды, друзья. Да, колоссальные потери были у врага по рабочим. Да, у него проблемы с экономикой. Но у него все еще стоит экспанд. И... А у нас нет. Ну, под контролем. Ну, не надо стрелять по дефенсу. Ну, ешки-матрешки. Ну, диспейл. Ну, ты диспейл. Диспейлит, хорошо. Диспейл еще. Ой, ну... Ой. Ой, фальконцайт. Вылетает соку, магический урон. Ну, перенацель ты его на футов, там магический урон. Надо ставить базу, на пофиг. Блин, как же... Вот этот бисмастер, который отлетел четвертого уровня, это такая серьезная была потеря. Котов спаси. Не отдавай, котов. Коты не виноваты. Коты не виноваты. Убегают коты. Просветка. О, нет. Геноцид. Минус один кот. Минус второй кот. Рифлы уже выходят. Ай-яй-яй-яй-яй. И фаерлорд опять окружает. Как же он окружает. Риджуф. Риджуф-то да, но фаерлорда нет. И все. Минус фут, но минус фэл. Ай, не успел размножиться еще элементарный. Второй причем. Ай-яй-яй-яй-яй. Геноцид. Пытается там дрядка что-то сделать. Нычка. Может Архмага? Нет, Архмага не убить. Миша тоже тут не алло. Надо отступать. Сейчас опять Бессмастер окружит. Блин, Бессмастер, уходи. Уходи. Просто всеми уходи. Забей. Забей. Не надо. Не надо. Бессмастер чуть опять не окружит. Не знаю, зачем он здесь бегает. Пытается Архмага. Но там бутылек. Нет, там телепорт. Инвул передал. Бессмастер пятый. Минус маг с Инвулом. Опа, есть третья свинья. Третья свинья здоровая такая. У нее сумасшедший ДПС. Начинает расстреливать всех налево-направо. Элементально расстреливает. Начинает работать по еще кому-то. Не понимаю, что происходит. Еще один реджуф на Бессмастер. Бессмастер на половину шестой. Свинья лютует. Как она по престу? Атакует. Пыщ. Пыщ. Такими плюхами. И сплэш же у нее еще есть. Медведи там не определяются. У нас свинья работает, работает свинья. Уже не работает. Так, что у нас по экспанду? Экспанда делается. Не, шестой Бессмастер, учитывая Архмага и Нагу. Это очень хорошая тема. Потому что кем отменять динозавров? У тебя нет ничего. Ни баша, ни молотка. Блин, вот меня только смущает, что у Соника на этой стадии нет стафа. То есть у него героев шестые метят. Ой, давай еще сейчас от ментов. Бессмастер ментом окружает. Как он окружает, господи. Как он окружает. Войска вступили в бой. О боже. Ну, я бы этому господину приз за окружение выдал просто. Не знаю, это... Как можно героя окружить уже в центре карты ментами? Ну, это, конечно, к Сонику вопрос. Как? Как он дал окружить себя? Минус динозавра. Не, ну, не, ну, надо выкупать. А, он не может выкупать. С медведями, с двумя, отбиваться. 36 на 58, это ГГ. А с пятым бестом мог отбиться. То есть, скорее всего, отбивался бы с пятым бестом. Хотя там присты уже, блин. Хоть и ученики, но наверняка у них сейчас грейд доделывается. Да. Он бы, он бы отбился. Тянуть время, но тянуть там вообще очень больно и долго. Пятого-то бестмастера из алтаря. Не, я бы вышел. Просто вот на этой стадии уже все. Шахту ушатали. Слабый игрок бы уже вышел в этом моменте. Но Соник не такой. Он старается. Я включу звук на его стриме. Мы слышим отчаянные клики Соника. Я заранее извиняюсь, что может быть какая-нибудь... Какая-нибудь лексика. Новая. Но обычно он не ругается. Теряется... Экспанд. Не сдается даже потеряв эксп. Там почти шестой архмак, кстати. Вы слышите? Как-то дела у нас не очень. Позитивный взгляд на жизнь. Как-то дела у нас не очень. Выходит бестмастер. Соник начинает контролить. Диспелит элементарий. У нее сапплай блок. 50 лимита на 74. Отчаянная попытка. Медведя. Медведя очень битый. Двойной левелап. Шестой уровень архмак. Тоже. Солберн. 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 Нет Солберна. Вот сейчас дойдет сигнал до Соника. Он должен еще расстроиться на этом моменте. Вот сейчас этот момент. Не, вообще нормально. Продолжает штамповать. Идет в контратаку. Все очень хорошо. Я бы сказал, что красало даже. Не такое. Начинается фраза. Не желаете ли провести вечер в приятном окружении? Ой. Извините. Извините. Стриминг, господа. Так, бестмастер сейчас опять пробует окружить под словом. Да, да, да. Он немножко позади. Сурраунд. 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 Да. А. Я сделаю потише чуть-чуть, друзья. Чуть-чуть. Мне кажется, что это уже перебор. Я че, я питаюсь, нельзя так. Ну, я не знал, что такое возможно. Ну, я свинюка отвечаю. Просто невероятно. Такая свинья я. Вот. Вы, в принципе, мы когда-то Соника отключим. Ну, не совсем, но уйдем с... Просто невероятно. Вот. Если вы хотите продолжить, как бы... Можете абсолютно спокойно пойти к нему на стрим и... В общем, удачи. Сонику отбиваться тяжело. 50 лимита. На 80 уже. Причем в любой момент противник отходит. Он подрезает одного. И пошли, пошли динозавры. Неправильно запускает динозавров. Ощущение неправильно запускает динозавров. Надо сзади их запускать, а не спереди. Об этом знает любой... Ой, минус. Ну, короче, это ГГ. ГГ пишет Соник. Слушаем. Последние фразы. Да, он держал на ровном месте, хорош. 2-2. Да. 2-2. Все абсолютно. Хило. Хорошо. Хочется, конечно, чтобы Соник прошел. Потому что у него такой тяжелый... И сейчас тоже, видите, 2-2 уже до конца. Еле-еле просто вот... Ну, надо взять последнюю гадку. Надо взять. Мел, подчеркивание, Лаис поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Это было божественно. Да, я до сих пор под впечатлением нахожусь. Поэтому... С хостом вроде никто не жаловался, поэтому... Сейчас создадут то же самое. Только карта и хоэлс. Хеликоптер. Нет, конечно, что... Топ-1 Европы. Соник. Поехали. А, не, низины. Низины? Были же же низины. А это как? Ну, ладно, им виднее. Может, понравилось? Не, на низинах-то мы в прошлый раз выиграли. Если вы помните. Ну, я думал, что они... Да. ТМ была же. Да, и сообщает опять. Эх, Уайлс, говорит Соник. Ну, заметили хотя бы. Брюс Уэйн, это последняя пятая квалификация на Росбрейн Кап. Ну, помнишь, там, Росбрейн Кап, там, Лига хорошая. В прошлый раз топ-1 Фокус, потом Фогги, потом Хавк. Насобирали там денег. Росбрейна развели на еще два сезона. Он закинул... Ну, еще на сезон, точнее. На сезон, на 90К. Грамотно, грамотно, четко. Вот, пригласили победителей прошлого сезона. Трех лучших игроков, собственно, Фокус, Фогги и... И Хавка. И провели... Ну, вот это последняя пятая квалификация. Собственно, определяем 8 игроков. Они в начале сентября какого-то там, то ли первого, то ли девятого, я не помню. Играют за призовой фонд в 90 плюс тысяч рублей. Вот. Угу. Да, Кетч, я абсолютно согласен. То есть нужно несколько сотен игр наиграть. По крайней мере, несколько сотен. Пух говорит 2К. Да, может быть, он и прав. Ну, чтобы до Соника дойти, я думаю, да, там не в сотнях, а больше тысячи нужно играть точно. Что Соник опасен. Если Пух натренец... Не, 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 не. О-о-о-о! А вот это-то у нас билд вообще через... Через нейтрального героя. Это будет застройка. Я надеюсь, что Соник допускает эту тему. И не будет строить барак в лагере наемников. Блин! Не, анима показал, что он играет по-разному. Ну как, он все равно через Архмага там разные вторые герои. Но, в принципе, он и контролит замечательно, и через экспант играет, и с одной базы хорошо играет. И сейчас показывает, что он не прочь наглого эльфа покарать через нейтрального героя. 2.440 должно хватить. Так это не 2.440, это 5К игр. 2.440 это я часов PUBG, блин, провел. А в Варкрафте, если штамповать, то можно X3 сделать просто по количеству игр. Это как в поинт в лучшие годы. Это такое количество практики. Чтобы просто с ума сойти. Можно было топ-1 сейчас сидеть, наиграв эти 6К игр. Ну ладно, не топ-1, но по крайней мере там в топ-10 быть. Блин. Ютубы почистить. Да ютуб используется главным образом для того, чтобы записи туда выкладывались. Чатик все равно... На Гудгейме читаем. Мы приглашаем, естественно, людей, которые смотрят черт знает где. На ГГ. А Сонику не могут слить инфу личным сообщением из-за твоего стрима. Какая задержка? Задержки никакой, но стримов Варденка. Стримов кроме моего еще много. И как бы все молодцы. Все играют честно. Красиво играют. Ну это Нага, либо Рейнджерка, либо Тинкер. Тут как бы три героя ходовых под застройку. Под Варденку вообще лучше Рейнджерку взять с Дрейнлайфом. Ну это как бы вообще уже мета-уровень. Ну или Нагу и мега круто контролить. Но лучше... Лучше Рейнджерку на самом деле. Соник понимает, что нейтральный герой. Хорошо, что не выкапывается. Ему бы еще выкупить Троля, Преста. Вообще, если будет Нага, то просто ее можно ушатать на старте до появления ополченцев. А тут уже менты должны бежать. По идее. А что он собирается делать? Где застройка-то? Уже поздно. Что он собирается делать? Может, лейтовый герой, он уже забьет на застройку? Ну реально, а что ты тут уже сделаешь? Эльф уже мега подготовлен. Уже там Хантер Сколл делается. А, Тинкер. Тинкер Экспанд. Окей. Да, Тинкер Эксп. Тинкер Эксп, это, в принципе, под Варден хорошая тема. Кажется, так он, да, делает? Так, ставится факторка. Помешать поставить, конечно, крайне сложно. Героя ты не убьешь. Но вот подрезать футов вполне реально. Факту бить? Да, ну, серьезно. Может быть. Подрезает факторочком. Никого вообще не добивает. Блин, ну, надо быть, конечно, мега на чеку с этим упырем, потому что он так любит окружать. Огра за нас? Не совсем. Войска вступили в бой. Не попытался даже добить, к сожалению, Соник. Ну, или попытался, но как-то не очень получилось. Блин, ну, недоконтраливает колоссально. Теряет Арчи на ровном месте. Пытается рабов за... Ну, что ты делаешь? Опять еще одну арщупать. Спасает только одну. Ой, сейчас тебя окружит. Нет. Пощадил Аниму. Надо валить. Тут на... Ааа, он вообще с котами. Два барака коты. В принципе, очень хорошее продолжение. Великолепное продолжение, учитывая тинкеры. Котам плевать на тинкера, по большому счету. Ну, то есть, ну, факта-факта. Халф... Ну, то есть, можно отстрелить факту, если она тебе сильно мешает. Но... Архмаг второго левела был бы значительно более опасен. Значит, с двух бараков можно очень хорошо... Ну, Соник прочитала, что здесь происходит. Если бы еще он Арчи, блин, не подарил... Этому товарищу. Было бы еще лучшим. А он просто подарил. Приходит кот, работает по-рабочему. По одному, по второму. Ждем еще котов. Один, второй, третий. Кот прячется. Здесь нужно выкупать... Ой-ой-ой, как неправильно Анима тут... Что он делает? Он хотел, видимо, под барак подагрить. Но это глупость. Так не подагрить. А, про Светочка, я понял. Кота, спаси! Спаси кота! Ну, Соник, ну поатакуй ты хотя бы им! Блин, мое. Хорошо успел этот кинуть хотя бы. А было бы три Арчи, можно было реально угрожать магической вышке сейчас. Коты в факторочку впиваются. Почему-то не отчинил ее. Еще коты. Второй уровень. Есть на ножи, кстати, рабочих можно ножами сейчас. Неплохо покоцать. Блин, ну надо сейчас ману сливать, ну. Кидает дагерок. Подходит. Ой, хорошо. Ну давай ножик, ты же не блинг взял, надеюсь, под пуш. Напали. Магическая вышка уже сейчас достроится. Ну, надо сливать ману. Блин. Не-не-не, все уже. Еще факторочка. У нас четыре кота на самом деле. Это приличное количество. Ну ладно, три. Футмены очень битые, рабочие тоже очень битые. Магическая вышка урона не наносит. Пока не будет гвардовская, мы тут хозяйничаем по полной программе. Давай, Соник, дави. Менты подходят. А где барак-то? Где... Что, барак все-таки крипа убили? Значит, я чего-то не знаю. То есть они все-таки... Да, барак крипа убили. Какое невнимательное. Во-первых, все-таки тогда получается, да, они... А-а-а-а! Еще протектор и кот. Протектор у нас тоже новый. Деньги, к сожалению, скапливаются из-за того, что второго барака нет. Котов отправляем на мейн. Надо перекапывать тогда. Арчу забыли немного. Блин, как же... Как же кривовато местами, а? Ладно, здесь мы рикошетом опять же сносим... Сносим магазин. Блин, он чинится. Но падает один рабочий. Падает второй рабочий. Падает третий рабочий. Хантресски, конечно, получали. Блин, и тут... У протектора прекрасный ДПС. Еще бы подлечить... О, весь Пы могут успеть! Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ретаргет он сделал. Блин, а протектор же еще... Давай. Ой, как починка пошла. Под контроль, прошу. Один, второй, третий. Давай, один. Второй труп. Ладно, все равно это... Окупилась штука. Безусловно. Нужен свиток. Свиток купил. Блин, может не додавить. Может не додавить. Привет, Валерио с кровом. Там ханта как раз застроилась. Барак по голове дал крипу. Блин. Может, вроде как... Ну, просто не атакуешь и все. Пробегает мимо профит. На город напали. Тут не дают построить протектор. Черт. Ну и мы остаемся днем без здоровья нормального. То есть надо свиток юзать. Я не знаю, Мунвелл нужно достраивать. Либо делать... Ну, Веспов, видимо, достраивать надо под тир. Но у нас сапплай блок. Блин, как же время против нас работает, а? Тут еще столько трупов. Тут четверо рабочих умерло на этом магазине. Третья Варденочка. Проверяет очень грамотно. Француз. А, с баллистой. Не, баллисты, конечно, хороши. Вот если бы был второй барак, и было бы сейчас 50 лимита, а деньги позволяют это сделать. Было бы, конечно, совсем по-другому. Строит Мунвелл здесь. Что? А, видимо, нет просто этих. У него просто нет Веспов, кроме вот этого товарища. Нигде никаких. Еще один свиток, типа, хочет. Но свитки не продаются сейчас еще. Атакует. Там всего одна гвардовская вышка. На самом деле, Анима тоже тупит жутко. У него полтора косаря на руках. Он не использует наемников. Он мог выкупить вообще и первый лагерь, и второй лагерь. И быча с четырьмя троллями. Красиво. А сейчас, если коты ворвутся, они могут ворваться. Более того, они должны ворваться. Приходит Варденка. Отлично. Ну, кого ты бьешь? Ты чего? Тролля бы отрезал. Какого хрена? Сейчас телепорт еще прям на котов пойдет сверху. Ой, Вардену надо было бежать сразу сюда. Под катапульту. Ой, не читает игру Сони, к сожалению. Катапульта мы потеряем. Да. Брак не добили. Ну, тролля, конечно, надо было даггерком-то вторым убивать. Прямо безусловно его надо было убивать. Коты стараются. Варден работает по троллям. Аккуратненько. Маны нет. Здоровья тоже маловато. Ну, подзакажись хоть пока Мунвелл не убили. Заказался. Виспов не хватает, если нет. И окружает Варден. Кайф. Естественно, у тебя магазина еще нет. Ну, конечно, ты же магазин-то строишь на Т3. Куда тут для Вардена? Нет, Соник не готов. Друзья, Соник не готов, к сожалению. Ну, то есть, если ты пушишь соло-героем с двух... Во-первых, второй барак не надо было терять для начала. Во-вторых, надо было заранее построить магазин, потому что по-другому у тебя нет ничего. Ни лечения, ни маны. Как бы ночь-то прогрейдили. Надо пользоваться камнем еще более активно, чем раньше. И он может еще, конечно, вырулить за счет... Если придет, купит протекшн сейчас, купит свиток лечения в магазине. Там они есть в доступной... Это тоже ошибка Анима, что он не выкупает. Протекшн можно было тоже взять. Почему бы и нет? Деньги есть. Куда-то или... Вот сейчас патрулю. Хорошо. Сейчас бы еще под окружение попасть. А, ну у него инвул есть. Ну, коты стараются. Там до сих пор всего одна гвардовская вышка. У Тинкера телепорта еще нет. То есть, в принципе, можно попробовать еще зайти. А, хотя у тебя тоже телепорта нет. Это тоже проблема. Лучше в лагерь наемников зайти. А, у тебя сапплай блок. Надо заходить вышку шатать. Ну, реально вышку шатать. По-другому-то как? Тинкер невидимый. Скупил второй свиток, к сожалению. А, в принципе, да. Котами можно на рикошейтах. Все-все-все. Атакуем. Атакуем просто мейн. А, противник идет просто в размен. Мейн на мейн. У него там футменов прилично. А у тебя телепорта нет. Да, это правильный выход. Варден, конечно, понимает, что происходит. Пытается... Пытается. Ну, а как она там вместе с одним котом справится? Никак. Да, и все закончится на потере базы. Просто никак. Персональный телепорт свиток. Не успевает. А даже если она телепортируется... А, персоналочка... И телепорт. Левел ап. Телепорт успеваем хоть? Успеваем, но... Ножи. Давай, держись. Еще минус футмен. Еще минус футмен. Еще минус футмен. Свиток. Блин, какой же он дикий. Ножи. Деньги еще есть. Да, подбился. Как? Господи, Соник. Какой же ты все-таки псих. Да, ну там Т2 и экспант. И лимита больше. На руках 1800. Мне больно смотреть, конечно, на это. Ну, то есть он держится как-то. Чудесным образом держится. Но... Я сказал, вступили в бой. Господи. Еле-еле просто. Еле-еле. Благодаря лагере наемников тут очень хорошо, конечно, отыгрывает анимы. Забивает свой лимит. Варна заходит на базу. Вторые ножи минус. Рабочие. В большом количестве дохнут. Кстати, как ты отсюда уйдешь? Персоналочка откатится. Вот как. Лучше спрятаться. Спрячься. Глядишь, соточку подкопим. Там, да, есть просветка, конечно. Как же аниму отконтроливает, а? Вообще тут так спасает рабов просто. Волшебно. У нас на базе Т1. Экспант не подхарасить. Ну, если только на Варден 6 как-то. Ну, то есть, 5-й, потом 6-й. За счет уровня героев, там, похеракелять, например. Куда ты? А, ножи. Хватило, да? Персоналочкам. Стелепортировался еле-еле. И уже дома. Блин, как же. Я, мне очень стрёмно на это смирить. Ну, построй ты магазин. Чем выше уровень героя, тем ценнее мана героя. Тем важнее тебе восстанавливать эту самую ману. Тут единственное, за счет чего можно выиграть, это за счет героев. Коты. Коты под слоу. Варден очень не в позиции. Кот прячется, кота светит. И Варден сзади. Давай, в троллей. Раз. Оп. Минус тролль. Только один правда, но тем не менее. Почти пятый Варден. Ну, опять же, там работает. Сейчас, там Т3. О, нет, нет, нет. По технологии мы проигрываем, конечно, колоссальным. Это сейчас в самое ближайшее. Вот он, магазин, ребята. Вот он, пошел. Чувствует Соник, что не хватает ему маны героя. Но настолько поздно, конечно, магаз, всегда причем поздно магаз строить, что я не знаю, как с этим быть, как с этим играть. Ну, самое критичное было, конечно, потеря вот этого барака. Потому что у него с того момента, ему всегда немножко не хватало. У него всегда были деньги на руках. И он мог продавить. Чуть-чуть, прям чуть-чуть. Тут застройка, но, в принципе, можно подойти и ножи сделать еще хорошие. Третий подкот, кстати. Отсюда. Ну, вот уже хорошо. Маны по-прежнему не хватает. Тинкер в невидимости подходит на мейн. Тинкер, конечно, будет бесить, развлекать до конца уже. Тут коты стенка на стенку, но там тролли мешают. Варден возвращается назад, не знаю почему, пешком. Учитывая то, что, как бы, персоналка-то не на КД. Недоконтраливать немножко котов надо, конечно же. Да, вот пошла персоналка. На полпути вспомнила. Ай, ну это девушки. У меня же персоналка в сумочке. Не успела закупиться, кажется. Не успела. Ману успел купить. Очень дорого ему вышла эта мана, к сожалению. Очень дорого. Надо восстанавливать магазин. Восстанавливать магазин. А там все что угодно можно делать. Да, танки будут. Танки... Ну, Варден мало что может сказать против танков. Ну, как бы... Тинкер опять на мейне. Персональный телепорт. И все, и ты уже в дамках. Коты в попыхах возвращаются домой. Варден, конечно, экономику тут шатает. К что-то уровню постепенно идет, но... У него постоянно под ударом мейн. Постоянно под ударом мейн. А почему Соф не повесит, кстати? Тинкер уже в который раз под инвизом прибегает. Повесит у себя Соф, чтобы увидеть, когда он прибегает. Да, вешает как раз. Нет. Мне показалось в движении, что вешает Соф. Нет, не вешает. Варден наполовину, шестая. Синкер телепортируется. Блин. И пошли танки. А у нас ни панды... Ни талонов, ни маутэн джайантов. Ни уж тем более медведей. Ни черта у нас нет. Ни черта нет. Нет, вообще с котами можно отбиваться. То есть, если у тебя есть коты, ты так же танки без серьезного штрафа пробиваешь. На город напали. Вот, но... Войска вступили в бой. Ну, надо для начала получить уровень. Сейчас пытается подрезать тролля. Это не просто, потому что еще голем этот... Глиняный. Назовем его так. Варя прибегает. Пятая. Ножи шикарные. Футмены свиток. Минус арча. Минус один рабочий. Ой, в смысле футмен. Еще сейчас будут ножи. Очень больно бьет. Соник. Очень больно. Но танки едут. Танки он вроде заметил. Блин, он реально может еще эту... Хотя маловероятно. Хотя шахта, если мейн закончится, он перекопается. Как-то защитит вот эту вот базу. В теории шансы есть. Опять же, за счет героев. Отвлекает грамотный какао. Пырь. Танки пришли уже на мейн. У нас нэча блессинга, конечно, нет. Одна арча будет... Всю базу она потратит в попытках ходвиться. Почти шестая в арден. Да, надо тинкера убивать просто. Тинкер убей. Тинкер убей. Ну, убей тинкера. Не, он работает до шестого левела просто. Он хочет получить шестой уровень. Ну. Блин, не получилось. Коты работают по танкам. Стараются как-то. Но тут саплай блок, во-первых. Сейчас будет шестой. Нет, нет, нет шестого еще. Еще одна факта. Блин, как же бесят танкисты, а? Ну, чини. Ну, есть же висп. Он восстанавливает. Что? Нет. Ну, зачем? Вот где логика? Как? Как? Висп мог починить Мунвелл. Но он решил сделать другой Мунвелл. Как? Да какое 2-2, если это пятая игра, говорит Валиго. Ну, это воскресенье, вечер, видимо, там уже там люди. Короче, Варя побежала в атаку. Она шестая. Но там уже Тинкер здесь на мейне, к сожалению. Надо катапульты отбиваться от танков. Этими отбиваться так. Вызывать, собственно, ультить, короче, здесь. Ультить в рабах. На город напали. Блин, как же больно. Баллистов старается что-то сделать, но ей очень тяжело. Прибегает в арденочка. Начинает по рабочим. И с ультой можно реально эту нычку покарать. Блин, Соник, давай. Ну, тут только на чудесах можно что-то сделать. На чудесах чудесных. Т2 у него, кстати, есть. Ну, отрицательный лимит уже. Ну, не подставляет. Не подставляет и ульту. Отойди ультой. Молодец. Ой, это можно просто экспант сейчас покарать. И варден сейчас может Тинкер отогнать. Варденочка, аккуратненько. Бутылки, бутылки закупай. Бутылки закупай. Варя, тихо. Бутылки, тык-тык-тык-тык. Бутылки, ты чего? Что? Что? Магаз, ты чего? Т2 уже готов. Ну, Магаз же! Он вообще не использует Магаз. Ёпыры, СТ. Стоял, блин, рядом с Магазом. Капец. Ты чего? Тут минус эксп, еще можно работать. Ульта бегает еле-еле, еле-еле, но бегает. Ой, ульту сейчас, ульту! У-у-у-у! Беги! Ну, там с пассивкой Тинкер, он добежит, догонит. Или нет? Нет, должен догнать. Да, тут танки бахают. Бойска вступили в бой. Да, и там продолжают катиться танки. Соник не отменяет. Убил Тинкера, Тинкера убил! Да, ну блин, оттолку. Там у него просто на мейне беда. Ё-моё. Как я ненавижу танкистов, вы бы знали, а? Там, если мейн закончится, и мы с одной базой как-то... Блин, еще шанс есть, теоретически. Если мы реально за счет ульты не дадим ему здесь собирать... Да, но у него полтора косаря. Но у него леса нет. Блин. Вардан, восьмая! Господи, Соник! Соник! Ну, направо уходи. Ульта еще живая, но без этого. Здесь нужно срочно ушатывать продакшн. Срочно просто. Ну, не ходи туда, хп нет. Дерево добывать уже не будет, забейте. Этого не произойдет. Единственный шанс, это как раз вот за счет... За счет Вардена не дать ему просто собирать на экспанде, а тут прикрываться... Прикрываться дерево, типа, чтобы он не смог убить. А у него леса нет! Он может не сделать следующие танки. Блин, это тянет уже на игру. Года. Просто. Магическая вышка. Нет, Соник! Контролит Варден, старается. И Мэйн контролит, старается. Лео подписался на премиум. Лео переподписан 6 месяцев. О, еще два танка нет. Это ГГ уже. Уже все, уже не убить. Варденке надо телепортироваться персоналочкой. Хотят все делать. Минус Мэйн. И остается один алтарь. Денег на любое здание не хватает. И это последнее здание Соника. Включаем Соника. И слушаем. Ну он так сражался, как лев просто. Красавчик. Нема номер один. Классная игра. Да не, нормально было. Сука, не видать? Не могу с Брэйн Капи, блин. Да, у него там просто не судьба какая-то просто. А, какая игра была. Игра классная. Что-что? Да. Очень спокойно отнесся он к этому поражению. Но реально он очень хорошо отыграл. Если у него только одна большая проблема есть. Магазин. Все и все. А в остальном все отлично. Ну и барак потерял, конечно, жалко. Но сражался потом до конца. Как лев, как лев. Столько не убивал там. Так отбивался. Ну что, друзья. На сегодня Варкрафт завершен. Скорее всего, учитывая наличие Сокола, мы пойдем сейчас играть в PUBG. Спасибо тем, кто смотрел. Если вы пропустили первые каточки, запись появится на Ютубе, скорее всего, уже завтра. Вот. Спасибо вам за внимание. Завтра вечерком, скорее всего, будет продолжение игрушки Death Gambit. Death Gambit, наверное. Вот. А продолжение 1 сентября в 16.00. Надо, кстати, как-то совместить сдачи. Ладно, узнаем, короче. Спасибо вам за все. Приходите еще. До новых встреч. Пока. Пока. Продолжение следует...